Глава 38. Предложение Марсеру. Парижская всемирная выставка. Художественные сокровища России. По мере того, что лето проходило, соблазн попасть на Парижскую выставку обострялся. Много знакомых и кое-кто из родственников уже побывали на ней, и их рассказы о всяких чудесах, о двигающемся тротуаре, о баснословных иллюминациях и всяких ерундовых, но занятных аттракционах подзадоривали меня больше и больше. Еще более мне хотелось увидеть те, собранные со всех концов мира шедевры искусства, что были выставлены на Сент-Эн-Але, в Международном художественном отделе, в разных павильонах и в Пти-Палас. Выставлены на Сент-Эн-Але, всемирную Парижскую выставку 1900 года называли вековой, столетней. Этот соблазн достиг, наконец, такой силы, что в один прекрасный день Верх взяла решение туда отправиться, наперекор всяким благоразумным экономическим соображениям. Я прямо так объявил Ате, что еду в Париж. Как и следовало ожидать, она не только не стала меня отговаривать, но, напротив, помогла мне разделаться с последними сомнениями. Когда же, пьяный от впечатлений, я через три недели вернулся, то рассказы мои так разохотили мою жену, что она не вытерпела и, сговорившись с Анной Петровной Остроумовой, в свою очередь отправилась с ней в Париж. И эта ее десятидневная экскурсия получилась не менее удачной, нежели моя. В Париже они случайно встретились с Серовым и после того почти с ним не расставались, что, опять-таки, прибавило всему много прелести. Остановился я в Париже по совету брата Альбера в меблированных комнатах на Рю Камбон, в старинном доме, вестибюль которого был украшен прелестными наполеоновской эпохи барельефами. Этот дом существует поныне. В нем помещается одно из отделений знаменитой портнихи и фабриканши косметики Коко Шанель. Но прелестные барельефы, изображавшие стоячие фигуры каких-то нимф или времен года, кажется, погибли вследствие переустройства всего дома. В этих меблированных комнатах я и в следующие приезды в Париж всегда останавливался, то один, то с женой, а в 1914 году со всей семьей. И тогда пришлось снять два этажа. С течением времени у нас с хозяевами установились отношения чуть ли не дружественные, и это было очень приятно, это создавало иллюзию дома. Центральное положение, близкое соседство с почтовым бюро, с которого я отсылал свои ежедневные бюллетени жене, скромная цена, близость ресторанов, в которых я питался, а впоследствии соседство с оперой, где шли наши спектакли. Все это было до того удобно, что можно было не считаться с фактом, что в самом этом пристанище, кроме утреннего кофе, не кормили. Последнее обстоятельство оказалось особенно неприятным, когда я в тот выставочный год заболел довольно сильной ангиной. Первые два дня хозяева согласились меня питать тем, чем сами питались, но на четвертой псье Генри буквально погнал меня вон из дому, и я, чтобы восстановить свои силы, по его же совету отправился в таверну Туртель на бульваре, съел там кровавый бифштекс и запил это целой бутылкой чудесного нюи. И что же, на следующий день я был здоров и снова бегал по выставкам. Но именно то, что благодаря болезни я застрял в Париже, именно в тот день снова оказался на выставке, сыграло, как это ни странно, значительную роль в моем существовании. А именно в этот день я в американском отделе нос к носу встретился с Марсеру. Мы вместе угостились там же крем-содой со льдом, и, угощаясь, он поведал мне, до чего его огорчает все бездарное ведение дел в императорском обществе поощрения художеств, членом комитета которого Марсеру состоял, и до чего ему бы хотелось повернуть эти дела в сторону чего-то более достойного и отвечающего основным задачам общества. Особенно негодовал Марсеру на нелепость Сапко, бывшего многие годы секретарем общества, иначе говоря, фактическим заведующим делами, в последний же год совмещавшего эту должность с редактированием им же основанного журнала «Общество искусства и художественная промышленность». Журнал этот, начавший выходить одновременно с миром искусства, подвергался со стороны последнего жестокому и заслуженному осмеянию. Ежемесячный иллюстрированный журнал «Искусство и художественная промышленность» издавался с конца 1898 года по инициативе Стасова, который рассматривал его как действенное средство борьбы с декадентским миром искусства. Оба журнала вели между собой ожесточенную полемику вплоть до 1902 года, когда журнал «Искусство и художественная промышленность» на номере 38 прекратил свое существование. Но вот как раз Сапко недавно вышел в отставку и собрался продолжать издание журнала на собственный счет. Общество же поощрения осталось без секретаря и без журнала. Тут Марсеру и пришла в голову мысль, что дело журнала мог бы взять в свои руки Шура Бенуа. Узнав от моих братьев, что я в Париже, он всюду искал меня и нашу случайную встречу счел за перст судьбы. Павел Петрович Марсеру владел обширным магазином художественной майолики на Большой Конюшенной. Однако до того, чтобы совершенно уйти в коммерцию, он готовился в архитекторы и в качестве ученика Академии художеств сошелся с моим братом Леонтием. Это был типичный француз, и хотя он вырос в Петербурге, говорил он по-русски с явным французским акцентом и с типично французскими интонациями. Типично французскими были и все его порывистые манеры, его горячность, его жажда играть благодетельную роль в любом художественном деле. Вообще же это был необычайно симпатичный человек, и хоть трудно было отделить в нем коммерсанта, магазин Марсеру славился своей чудовищной дороговизной, от художника, то все же можно было вполне его считать художественной натурой. В общем, он являлся вариантом другого русского француза, графа Сюзора, о котором я уже упоминал и с которым мы еще встретимся в дальнейшем. Для меня предложение Марсеру было столь неожиданным, что я сразу даже не поверил в серьезность его. Учитывая южный темперамент и известные всем легкомыслия милейшего Павлуша Марсеру, я мог допустить, что он по обыкновению просто увлекается и принимает свои собственные фантазии за нечто реальное. Однако выяснилось, что Марсеру уже успел переговорить с вице-председателем общества поощрения, с Балашовым, и что тот, человек серьезный и положительный, вполне одобрил его выбор. Все же я продолжал сомневаться. С одной стороны, мне рисовалось все то, что можно сделать на этом поприще, и у меня сразу возник план нового издания. С другой стороны, меня смущало, что мне поневоле придется войти в контакт с тем самым старичьем, которое засело в комитете общества и коего закоренелое рутинерство мир искусства так презирал. Правда, в комитете влиятельными членами состояли и мой брат Альбер, и отец моего ближайшего друга Сомов. Все прочие члены, начиная с Боткина, были нашими хорошими знакомыми, но за людей, мне действительно сочувствующих, я и их не мог считать. Только вот Марсеру, да, пожалуй, еще художник Куинджи и симпатичнейший Ильин были бы на моей стороне, тогда как остальные должны были относиться к выросшему на их глазах шурке Бенуа как к молокососу, да к тому же и гекаденту. Напротив, Марсеру утверждал, что все эти старики после неудачи с первым журналом находятся в полной растерянности и готовы уцепиться за любого спасителя. Настоящим же вершителем судеб общества являлся помянутый Иван Петрович Балашов, который, когда Марсеру назвал ему мое имя, даже привскочил на своих коротеньких, снабженных шпорами ножках и воскликнул совершенно верно, вот кто нам нужен. Сапоги Ивана Петровича были снабжены шпорами, потому что на такую привилегию он имел право, будучи шталмейстером высочайшего двора. Однако вся наружность и все манеры этого милого и замечательно благонамеренного человека не выдавали в нем, кроме шпор, царедворц. Он был мал ростом, с жалкой бороденкой, какая бывает у самых серых мужичков. Даже когда Балашов облекался всплошь золотом расшитый парадный мундир, он продолжал казаться не барином. Он и по родству, и по несметному богатству принадлежал к самым высшим кругам, а каким-то разночинцам. То, что было в нем неизгладимо простецкого, он, вероятно, сознавал. И это создавало его комплекс неполноценности. Это же заставляло его принимать монументальные позы, задирать голову, говорить в повелительном наклонении и вообще всячески корчить из себя вельможу. Отсюда же ношение при самом штатском костюме шпор. При всем том, повторяю, это был милейший и добрейший человек. К сожалению, в 1902 году он отправился на Дальний Восток, где собирался играть очень значительную роль, но где он, если не ошибаюсь, вскоре скончался. У меня оставалось еще одно сомнение. Не значили ли как раз эти слова Балашова, что старички хотят меня перетащить в свой лагерь, что я должен буду изменить тому, к которому принадлежу? Не желают ли они, чтобы этот мой журнал являлся конкурентом нашему миру искусства? Я попросил Марсеру дать мне два дня на раздумья, и за эти вечера, последние в Париже, я окончательно разработал план своего журнала. И план этот был таков, что вполне допускал дружное сосуществование обоих изданий. За образец моего сборника я взял те иностранные издания, которые и мой отец, и я получали в течение многих лет из Парижа и Мюнхена. Все они не были журналами в обычном понимании слова, являлись ежемесячными сборниками таблиц, снабженных краткими пояснительными текстами. Таблицы же воспроизводили в кажущемся беспорядке разные достопримечательные предметы, картины, рисунки, гравюры, архитектурные и скульптурные памятники, изделия художественной промышленности и тому подобное. Накопляясь, эти таблицы могли быть затем сгруппированы по школам, по мастерам, по эпохам, по отдельным отраслям декоративных художеств, и с годами такие группы, разрастаясь в настоящие кодексы по каждой отдельной отрасли, представляли в целом весьма внушительные и полезные материалы по истории искусства. В данном же случае я не хотел целиком повторять то, что сделали немцы и французы. Моя цель была более узкая, но для русских людей и более значительная. Обладая несметными богатствами художественного порядка в музеях, дворцах, церквах и в частных собраниях, русский народ в своей массе, и даже среди интеллигенции, не знал их вовсе или знал плохо. Общество поощрения и исполнило бы свой прямой долг, если бы оно взяло на себя ознакомление русских людей с этими отечественными богатствами, посредством хороших воспроизведений, которые сопровождались бы краткими, но вполне достоверными историческими сведениями. Такой сборник, естественно, можно было назвать художественными сокровищами России. В смысле же материального вознаграждения за свой труд я заранее готов был довольствоваться какой угодно суммой. Уж очень мне вдруг захотелось получить в свои руки введение такого дела. Зато непременным условием я ставил абсолютную свободу в своей деятельности вне данного редактирования. На этом мы с Марсеру и расстались. Но очень скоро после моего возвращения в Петербург я получил крайне любезное письмо от Балашова, содержавшее официальное подтверждение сделанного мне предложения, полное одобрение моей программы и утверждение меня в должности редактора, причем и условие моей свободы было безоговорочно принято. Передо мной развернулось весьма широкое поле деятельности, и я поспешил взяться за дело. Год, проведенный мной за общим редакторским столом мира искусства, оказал мне при этом большую пользу. Мне были уже знакомы имена и адресы всяких техников и поставщиков, фотографов, типографий, фотомеханических мастерских. Я знал и то, что от них требовать, и как вообще ведется дело печатания текста и иллюстраций. Начало нового издания назначено было на январь 1901 года. К этому моменту надлежало окончательно уточнить программу, набрать сотрудников, а главное — наполнить портфель редакции материалом, который обеспечил бы выход журнала хотя бы на первую половину года. Однако теперь пора вернуться к Парижской всемирной выставке. Тема эта сейчас, по прошествии полувека, стала для меня не из легких. Проще было бы отослать читателя к тем моим статьям, что появились тогда же в мире искусства и что написаны под свежим впечатлением. Письма со всемирной выставки «Мир искусства», 1900 год, том 4, страницы 105-110, 156-161, 200-207, и «Французское искусство» на всемирной выставке, 1901 год, том 5, страницы 35-43. Но в них говорится главным образом о вещах серьезных. В мире искусства я говорю о Сентенале, на которой я вместе со многими открыл и Домье, и Шоссе Рио, портрет двух сестер, и Мане, и рисунки Энгра, и многое другое. Я говорю и о сокровищах старинной французской живописи, собранных в неповторимой полноте в Пти-Палас. И среди них, о, до той поры неизвестных французских примитивистах, с Шарентоном и с Фроменом во главе. На Международной я восхищаюсь более всего картинами скандинавов, переживавших тогда эпоху своего быстро затем увядшего расцвета. Там я разбираю и отдел русской живописи, на котором первые места занимались Серов и Левитан. Больше же всего толк возбуждала картина Малявина. На Всемирной выставке 1900 года была показана Малявинская картина «Смех», за год до того представленная на конкурс Академии художеств и отвергнутая консервативной частью Совет. Только решительное вмешательство Репина помогло Малявину получить звание художника. В Париже картина произвела фурор, о ней много писала пресса, отмечая и варварское буйство кисти и очевидную связь с устремлениями новейших школ европейской живописи. Международное жюри Всемирной выставки, в котором Россию представлял Репин, удостоило Малявина и Коровина золотых медалей, Серова высшей награды выставки Гран-при. Все это не имеет смысла повторять здесь. Сейчас же я предпочитаю вспомнить о всем том эфемерном, курьезном и забавном, что я тогда воспринял со всей страстностью своих тридцати лет. Глубокого значения этим впечатлениям не нужно придавать, но в свое время я получил от них немало удовольствия, да и сейчас воспоминания о всей этой чепухе все еще принадлежит к чему-то освежающему. Именно рассказы об этих выставочных чудесах и подстрекнули мою жену и ее подругу предпринять в свою очередь поездку в Париж, а вернувшись оттуда, они были не менее очарованы и даже опьянены, нежели я. Уж общий аспект выставки стоил того, чтоб на него поглядеть и чтоб в этой очень красочной и эффектной декорации погулять. Да и мы, россияне, здесь в грязь не ударили. Наш Кремль, который стоял в стороне на склоне шеи, если казался несколько игрушечным рядом с Трокодеро, то все же его остроконечные башни с их пестрыми шатрами и золотыми орлами его белые стены производили впечатление известной царственности. Ну, а дальше начиналась всякая экзотика. Каирская улица, Кхмерский храм, какая-то китайщина, а по другую сторону сены целая швейцарская деревня была прислонена к декорации, довольно убедительно изображавшей Снежные Альпы. А сколько еще было, кроме того, всяких чудес и курьезов? В одном балаганчике юная еще Лои Фюллер отплясывала, развивая свои освещенные цветными прожекторами вуали. И от этой невиданной диковины сходил с ума буквально весь мир. Не меньшего внимания заслуживал в другом балаганчике спектакль «Фантош», созданный остроумным корректуристом Альбером Гийомом. Это была уморительная комедийка, представлявшая мунденное сборище, чеепитие у маркизы. Художник с изумительной меткостью воспроизвел в куклах все повадки и манеры элегантнейшего снобического салона. Один из балаганчиков, забыл, что в нем давалось, был снаружи украшен яркой живописью тогда, только еще начинавших свою карьеру «Вюйяра», «Боннара» и чуть ли не самого Тулус-Латрека. В другом вас приглашали совершить плавание, морское путешествие, до самого Константинополя, причем иллюзия морского путешествия была так велика, что у иных зрителей начиналась морская болезнь. Мне, да и сотням тысяч посетителей выставки, большое и совершенно своеобразное удовольствие доставлял самодвижущийся тротуар. Несколько раз я совершил эту фантастическую прогулку без всякой надобности и цели, только бы снова испытать то особое ощущение, которое получалось от этого быстрого и, однако, не требующего никаких усилий скольжения от этого полета на высоте второго этажа домов, огибая значительный квартал Парижа под боком у инвалидов. Так удобно было вступать сначала на платформу, двигавшуюся с умеренной скоростью, для того, чтобы с нее перебраться на платформу, несущуюся с двойной или тройной быстротой. Но на этом я за недостатком места свой рассказ о выставке прекращаю. Осень 1900 года прошла для меня в горячке приготовлений к моей редакторской деятельности. Вначале я чувствовал, что какая-то скрываемая неприязнь продолжает царить против меня в Комитете Общества Поощрения, но с момента, когда стало известно, что сама августейшая председательница, принцесса Евгения Максимилиановна Ольденбургская, вполне одобрила выбор Балашова и очень милостиво отнеслась ко мне лично, когда я был представлен ей в качестве редактора, то и старичье смирилось, а Боткин, тот даже сам первый предложил мне пользоваться предметами своего собрания. В помощь мне, и отчасти для наблюдения за тем, как бы декадент не выкинул бы чего-либо нежелательного для общества, была выбрана редакционная комиссия из трех лиц. Затейщика всего дела Марсеру, директора рисовальной школы общества поощрения Сабанеева и Ильина. Из них трех единственно, кто мне не был особенно приятен, это Сабанеев, бестолковый, придирчивый, ярко-рыжий господин. Но нам втроем не стоило большого труда его урезонивать и обезвреживать. Напротив, и Марсеру, и Ильин приходили в восторг от всего, что я не затевал. А нередко оба были мне полезны в чисто практических и технических вопросах. Особенно Ильин, стоявший во главе самого значительного картографического заведения в России и имевший большой опыт вообще в печатном и в частности в литографском деле. Очень скоро редакция «Сокровищ» стала сборным пунктом для многих моих друзей. Особенно для тех, которых я пригласил к прямому участию в моем издании в качестве постоянных сотрудников. Самыми верными и усердными среди них оказались Еремич и Курбатов. Но тотчас же послышались жалобы со стороны Сережи и Димы на то, что редакция «Мира искусства» пустеет по вине притягательной силы исходящей от «Сокровищ». И тогда с общего согласия было постановлено устроить очередь. Два дня в неделю я принимал друзей у себя в редакции на мойке и поил их чаем с кренделями. В остальные же дни все, и я в том числе, собирались у Сережи, тоже за чайным столом, но с баранками и калачами. С осени 1900 года мир искусства переехал с Литейной на новую более парадную квартиру в третьем этаже дома номер 11 по фонтанке с окнами выходившими на дворец Шереметьевых. Рядом с этим выкрашенным в черный цвет домом был особняк дворец графини Софьи Владимировны Паниной, считавшейся самой богатой невестой в России. Одним из условий поставленных обществом поощрения было то, чтобы все нужное для сборника производилось в России. И мне строго запрещалось наподобие мира искусства что-либо заказывать за границей. Бумагу и ту надо было раздобыть русскую, что после многих поисков мне и удалось с некоторой натяжкой. Меловая бумага, годная для печатания автотипи, нашлась в Финляндии. Также хромолитографии и гелиогравюры приходилось заказывать у себя, главным образом в цинкографии Вильборга. Тех же печатался у Голики. В начале существования сокровищ то были еще два независимых один от другого предприятия. Но вскоре они слились в одно, небывалого еще в России размах. С этого момента душой и мозгом сложного целого стал не вечно суетливый хлопотун и путаник Роман Романович Голики и не апатичный вялый Артур Иванович Вильборг, а главный техник в деле последнего Бруно или Александр Георгиевич Скамони, один из самых толковых и дельных людей, когда-либо мне встречавшихся на этом поприще. Скамони мне впоследствии признавался, что и мое сотрудничество сослужило добрую службу его фирме в смысле подъема уровня художественных работ. Мои строгие, но всегда справедливые требования и критика по существу без лишних придирок способствовали постепенному совершенствованию качества работ. В то же время я благодаря Скамони стал лучше различать, что можно и надлежит требовать, а что нельзя и остается в недосягаемости. Наше истинно дружеское сотрудничество со Скамони пригодилось и после того, что я покинул сокровище. Оно способствовало созданию целого ряда строго художественных и монументальных изданий, среди которых были мое царское село, моя русская школа живописи и моя же, увы, оставшаяся незаконченной, всеобщая история живописи. Речь идет о книгах Бенуа «Царское село в царствование императрицы Елизаветы Петровны», материалы для истории искусства в России в 18 веке «Санкт-Петербург 1910 год», «Русская школа живописи», «Санкт-Петербург 1904 год» и «История живописи всех времен и народов», в которой была издана только первая часть, посвященная пейзажной живописи, выпуски 1-22-й, Москва, 1912-1917 годы. Ближайшей моей задачей было составление первых выпусков художественных сокровищ, И эта задача оказалась тогда потому же особенно трудной, что до выпуска первого номера оставалось с момента моего вступления в должность всего 4 месяца, да и те не полностью, так как царила убийственная темнота петербургской осени, и это мешало съемке фотографий. Вообще же требовалось подобрать иллюстрации и таблицы так, чтобы они одним своим подбором давали сразу понятие и о широте и разнообразии программы, а также и о художественной высоте общего уровня. В известные пропорции нужно было поместить памятники и отечественного искусства, и чужестранного. Нужно было представить всевозможные эпохи и всякие отрасли, лишь бы каждый воспроизводимый предмет находился в России. Особенных усилий потребовалось от меня для осуществления моего намерения давать в виде объяснительного текста не просто одни отрывочные сведения, вроде того, как это практиковалось в искусстве для всех и сокровищах формы, а нечто более обстоятельное и подписанное заслуженными авторитетами. С другой стороны, условия моего сборника не позволяли уделять много места тексту. Да я и сам был против того, чтобы текст в сокровищах доминировал над иллюстрациями, и чтобы сборник получил характер тяжелого научного органа, ведь сокровища были рассчитаны на распространение в широких кругах, главным образом среди художников и художественных ремесленников. Многое из того, что требовалось для текста, я и мои ближайшие помощники сами знали. Незнаемое же можно было без особенного труда узнать из словарей и специальных книг. Но трудно было какого-либо заслуженного и знаменитого ученого заставить прикинуться скромным популяризатором и при этом все же получить от него сведения вполне научного характера. Но и тут, после долгих уламываний, доходивших подчас до неприятных колкостей, мне удавалось добиться своего даже от таких светил, как заведующий античным отделением Эрмитажа Кизерицкий, как знаменитый византолог Смирнов, как профессор Шляпкин и многие другие. На эти переговоры и убеждения уходило много времени и нервов, но я был уверен, что нахожусь на верном пути. Моя программа была рассчитана на годы, и я не сомневался, что со временем мне удастся одолеть и равнодушие публики, и недоброжелательство некоторой части начальства, и действительно, надежды мои стали сбываться скорее, чем я предполагал. Постепенно смысл и цель сборника по мере появления дальнейших выпусков делались понятнее, и сокровища стали завоевывать симпатии и уважение. Когда же увеличение числа подписчиков позволило мне рискнуть пойти на большие затраты, и я целые выпуски отважился посвящать одной, объединяющей все содержание их теме, с текстом более пространным, то я стал все чаще слышать комплименты, а то и изъявления настоящего восторга. Особенный успех имели выпуски первого года издания, которые были посвящены китайскому дворцу в Воронинбауме, богатому собранию голландских картин Семенова-Тяньшанского и Строгановскому дворцу в Петербурге. Петр Петрович Семенов со своими густыми белыми бакенбардами, с отросшими на затылке волосами, представлял собой необычайно живописную фигуру. Характерна была и вся его повадка, за которую злющий Деларов дал ему прозвище Топтуна. Он действительно как-то все время топтался, передвигаясь от одной картины к другой и давая краткие пояснения о каждой. Память у Семенова была изумительная, и лишь изредка происходили в ней те заскоки, касающиеся имен авторов или городов, которые так понятны, если принять в соображение его годы и те мириады названий, которые должен был хранить мозг этого 80-летнего старца, особенно прославившегося в качестве отважного путешественника и исследователя. Основной же заботой Семенова при собирании картин было то, чтобы его коллекция могла служить дополнением Эрмитажу, и чтобы в ней были представлены все те голландские художники, которые в государственном хранилище отсутствовали. Несравненно менее гладко сошла моя работа по составлению Строгановского номера, посвященного как самому зданию дворца Строгановых на Невском проспекте, так и находящимся в нем художественным предметом. Эти чудесные вельможные палаты, построенные и перестроенные еще при Елизавете Петровне, интриговали и интересовали меня с отроческих лет. В архитектуре графа Растрелли, в кровяном цвете, в который дворец тогда окрасился, в львинах мордах на воротах, в странных железных тумбах, что стояли по краю тротуара, оцепляя дом со стороны Невского проспекта и мойки, во всем этом было что-то необычайное и чуть гримассирующее. К этому надо прибавить, что Строгановский дворец считался хранилищем баснословных сокровищ, однако попасть в это зачарованное место не было возможности. Принадлежал дворец на правах Майората последнему вроде Строгановых графу Сергею Александровичу, но он жил постоянно в Париже и в Петербург не заглядывал. Громадный дом оставался годами необитаемым и было известно, что хозяин решительно против того, чтобы кого-либо в его отсутствие впускать. Это очень досадовало любителей старины и историков искусства. Все же после всяких тщетных попыток я добился того, чтобы для меня сезам открылся. Для этого пришлось познакомиться с управляющим графа и убедить его послать запрос проживавшему в Париже графу. На первую телеграмму ответа не последовало, на вторую ответ получился отрицательный и лишь в ответ на третью, в которой управляющий сослался на рекомендацию Дашкова и принцессы Ольденбургской, разрешение последовало. К сожалению, я и после того наткнулся на настоящего Цербера. То был дворецкий, живший в полном безделии и покое в боковом флигеле дворца. Он не мог напрямик противиться воле графа, однако он с такой явной неохотой покорился его приказу, открыв для меня и для моих фотографов парадные комнаты, что для меня изучение Строгановского дворца сделалось чем-то мучительным. Напрасно каждое мое посещение я окончал тем, что совал в его руку по-золотому, напрасно я был с ним изысканно любезен, хомоватый дворецкий продолжал противиться, чтобы картины и предметы снимались с места и так далее. Многое из того, что я себе наметил, так и осталось не снятым. Глава 39 Коллекционеры Деларов Дашков Великий князь Николай Михайлович Необходимо теперь рассказать об одной весьма существенной стороне моей деятельности и более того моего характера, а именно о моей страсти к собирательству. Возможно, что я об этом уже упоминал выше не раз, но описания эти до того растянулись, что мне подчас трудно проверить. Определенные к собирательству наклонности обнаружил я с ранних лет. Сначала я со страстью собирал, как все мальчики тогда, почтовые марки, затем наступил период собирания бабочек и жуков, потом я стал собирать книги. Несомненно, меня в свое время сильно раззадорил обход антикварных лавок в обществе Реджинальда Ливисей, которому я служил и толмачом, и чем-то вроде эксперта. В 1886 году особенно сильное впечатление на меня произвело посещение квартиры старого еврея господина Кауфмана, который около 1884 года внезапно появился на нашем горизонте. Чем в обыкновенной жизни занимался Кауфман, я и тогда не знал. Возможно, что он был биржевым маклером или чем-то в таком роде, но обладал Кауфман во всяком случае очень крупными средствами и значительную часть их он тратил на приобретение всяких редкостей. Ими он любил хвастаться и все предлагал папе посетить свою квартиру на Васильевском острове на углу первой линии и Большого проспекта. Папа наконец собрался и взял меня с собой. Мне теперь трудно сказать, что представляло собой то, чем было битком набито это очень пространное помещение. Но мне, мальчику 16 лет, во всяком случае, самая эта масса сокровищ чрезвычайно импонировала. Не совсем заглохла, но все же значительно сократилась моя коллекционерская мания в первые годы нашего самостоятельного существования. Средства у нас были очень ограниченные и почти все уходило на хозяйство. Первое время пребывания в Париже эта страсть и вовсе замерла, зато несколько позже еще в Париже она получила особую интенсивность. Вернулся я в Россию с папками набитыми всякими гравюрами и литографиями, среди коих очень многие относились к прошлому Петербурга, а несколько сот представляли собой бытовой материал. С момента, когда я вошел в обладание отцовским наследством, я получил возможность более последовательно и более широко заняться обстановкой нашей квартиры, и мне и жене хотелось придать ей вместе с уютом то изящество и ту парадность, которые соответствовали нашим вкусам и нашей потребности жить среди приятных, а то и редкостных вещей. И вот тут на нашу сцену вступает в качестве не особенно длительной гастроли Павел Викторович Диларов. На этой весьма необычайной фигуре мне хочется остановиться. Однажды еще до Парижа, во время одного моего посещения Эрмитажа, на меня сильное впечатление произвел господин, который, стоя в галерее истории живописи, перед мольбертами с новыми приобретениями музея, громко и с необыкновенной авторитетностью подвергал их немилосердной критике. Галерея истории живописи вводная, первая при входе с парадной лестницы в здание нового Эрмитажа, построен в 1839-1852 годах по проекту Кленце. Должна была давать по замыслу архитектора общее представление об античном искусстве. На парусах круглых плафонов галереи изображены всемирно известные художники Джотто, Рафаэль, Микеланджело, Титсан, Рубенс, Рембрандт и другие. Самая наружность этого господина обращала на себя особенное внимание. Это было невысокого роста, коренастого сложения человек, с густой рыжей бородой и рыжим же клочком волос среди высокого лба, что придавало ему сходство с античным сатиром. При этом острые, очень злые, голубовато-зеленые глаза и яркий румянец на щеках. Поразило меня и то, как он был одет. Увидеть человека среди дня во фраке было уже чем-то необычайным. Вид этот наводил на предположение, что это какой-либо присяжный поверенный, забредший в музей в перерыве между двумя тяжбами. За лакея же его во всяком случае никак нельзя принять. Подмышкой у рыжего господина топырился огромный туго набитый портфель. Вел он себя вызывающе дерзко, и все в целом было настолько странно, что я тотчас же тогда поднялся в кабинет хранителя музея к Сомову, которому я описал наружность поразившего меня человека. И не успел я закончить свой рассказ как Сомов, а за ним и его помощник не устроив, в один голос воскликнули «Да это Деларов». За этим последовала весьма нелестная характеристика. Оказалось, что этот Деларов никакого отношения к жизни Эрмитажа не имеет, что он вовсе не какой-либо важный сановник или родовитый вельможа, а служит он в Министерстве путей сообщения, где занимает пост юрисконсульта. Вот откуда сходство с адвокатом и как таковой славится своим бессовестным стяжательством. Он обладатель Большого собрания картин, а к администрации Эрмитажа издавна питает лютую ненависть. Проходит четыре года. Я вернулся из Парижа и снова окунулся в петербургскую жизнь. И вот к большому моему удовольствию я встречаю своего Эрмитажного сатира на сей раз в семейной обстановке. У своей кузины зарудный кавус, на одном из ее журфиксов, на которых можно было видеть всяких знаменитостей художественного и литературного мира. Деларов с неистовым жаром с кем-то спорил, сыпал цитатами на всяких языках, иногда разражался дико язвительным смехом, во всяком случае, он еще более меня тогда заинтересовал, и я был в восторге, когда я тут же был им приглашен с женой отобедать у него на даче в Павловске. В ближайшее же воскресенье мы туда и отправились. И тут все было довольно неожиданным. Дом, в котором круглый год жили Деларовы, не был вовсе каким-либо каменным особняком, а то была самая обыкновенная двухэтажная деревянная дача. Госпожа Деларова оказалась той самой мадемуазель Аршеневской, которая произвела на меня известные впечатления своим болезненным и грустно-томным видом на приеме после брака сочетания моего брата Михаила. С тех пор она превратилась в очень полную и вовсе не томную Матрону, успевшую уже родить своему супругу нескольких детей. Были у него взрослые дети и от первого брака. Поразила меня и коллекция Деларова, о которой я столько слышал. По количеству картин это был настоящий музей, но, боже мой, в каком неприглядном порядке все это было размещено. И какая это была мешанина школ, эпох и достоинств. Заполнены были не только стены гостиной, кабинеты и столовой, но и спален. Картины висели и над детскими кроватками, в коридорах и даже в отхожем месте. Условия света были всюду крайне невыгодные, и часть картин пришлось рассматривать при свете свечки, так как они находились в самых темных углах или в чуланах, а электричество отсутствовало. Дело происходило зимой, в ноябре, сумерки, а затем темнота наступили рано, а потому дальнейшее мое ознакомление с коллекцией было отложено до другого раза. Зато мы были угощены замечательным обедом. Он, правда, был сервирован без всякой декоративной претензии, но был он и обильным, и вкусным, и сытным, а главное пьяным. Не только после превосходного лукового супа в крупной рюмке была налита мадера. После рыбы зеленые рюмки наполнились рейнвейном идеального аромата, после ростбефа стаканы бургундским, а к кофе была подана целая батарея ликеров. Но во время всего обеда лилось рекой шампанское, и хозяин зорко следил, чтобы все пили, причем сам пил втрое больше гостей, и к концу обеда так налился, что стал совершенно невоздержан на язык, стал рассказывать в очень откровенных формах анекдоты и ругать не совсем цензурными словами своих врагов. Особенно попадало знаменитым историкам искусства Бредиусу и Говстеде де Грот. И все это при дамах и даже при маленьких детях. И замечательно, что бывшая поэтичная мадемуазель Аршеневская, заседавшая на председательском месте, видимо, была до того приучена к таким проявлениям темперамента своего супруга, что и не пыталась положить какой-либо предел им. Достойным образом закончился этот сумбурный день и вечер тем, что пьяный извозчик, повезший нас на вокзал, выворотил нас вместе с санями на крутом повороте в снег, причем моя бедная жена получила от осколков льда несколько ранок на лице. Вскоре после этого безумного дня последовал первый визит Деларова к нам, и тут он меня поистине тронул своим восторгом от наших семейных гвардий. «Так идут к звездам», твердил он, глядя на эти чудесные рисунки. Похвалил он и другое, что висело у нас по стенам, и тут же, видимо, убедился в том, что я кое-что понимаю и кое-что знаю, что в те времена в России было редкостью. Взялся он и пилотировать меня в деле собирательства, но от предложения участвовать в каких-либо аферных комбинациях, основанных на купле и продаже картин, я сразу и решительно уклонился. Я вообще насторожился, тем более, что слышал весьма нелестные вещи про корысть Деларова и не слишком строгую его честность. Последнему я получил подтверждение из уст самого циничного и необузданного Павла Викторовича. Как раз в день первой экскурсии его пилотирования по антикварам я заехал за ним в Министерство на Фонтанке и был поражен, что и его очень обширный кабинет был завешан картинами, но такого формата, который не пролез бы ни в одну дверь Павловской дачи. Тут висела большущая и прекрасно писанная аллегория мира Луки Джордано и не менее крупный библейский сюжет Иорданца, натюрморты Снайдерса и еще много другого. Стоя перед этими полотнами, Деларов понес невероятную галиматью, что-то вроде гимновзяточничеству, совершенно не стесняясь присутствием секретаря и сторожа. Кстати сказать, этот сторож или курьер был вернейшим спутником его превосходительства в его посещениях Александровского рынка и разных антикваров. Купленные картины он сразу забирал и тащил на пролетку или на сане, где и усаживался рядком со своим начальником, придерживая руками приобретенные находки. В целом это представляло зрелище достойное Перова или Владимира Маковского. Много картин Деларова прошли через руки реставратора Напса, тоже очень характерной фигуры, но и сам Павел Викторович был склонен заниматься этим своеобразным спортом. Однако про него уже никак нельзя было сказать, чтобы он обнаруживал при этом необходимые такты и осторожность. Я уверен, что сам Деларов погубил не один десяток картин, так как сам жестоко поплатился, доверив его знанию дела, прелестную картину в духе Пауля Поттера, которую я считал за Адриана Ван Девельда. Это был пейзаж с отдыхающими на первом плане под тенью деревьев коровами. И вот, вооружившись ватой, которую Деларов макал в раствор спирта со скипидаром, первого было больше, чем второго, он так энергично принялся шкурить мою картину, что не успел я оглянуться, как полетела тонко выписанная листва на деревьях, как за средней коровой появился сток сена, как исчезла деревня и колокольня церковки на горизонте. И стала моя картина плоской, пропала вся ее поэзия. Эту картину я приобрел на аукционе барона Фитингофа, который состоялся в пустой квартире, обреченного на слом дома Дербинах на Михайловской площади. Интересные в художественном отношении распродажи были у нас редкостью, а потому и этот аукцион получил значение известной сенсации и собрал всех, что было у нас коллекционеров и антикваров. Поживились на нем тогда многие мои знакомые, да и мое собрание обогатилось не только той, погубленной затем Деларовым картиной, но и прелестным ранним сухопутным пейзажем Ван Гоена, двумя превосходными пейзажами, шедшими за Гаспара Пуссена, настоящим автором их был несправедливо забытый немец 17 века Иоганн Глаубер и еще кое-что. Очень мне хотелось получить восхитительную зимку Яна Брейгеля и аллегорию зимы Роттенганера, благо у него было несколько картин этого мастера, а вторую у меня выпросил милейший граф Голенищев-Кутузов. Добрыми отношениями с Кутузовым я дорожил, но не потому, что особенно ценил его как поэта, еще менее потому, что, сделавшись секретарем вдовствующей императрицы, он стал или мог стать влиятельным персонажем, наконец, и не потому, что ему удалось, начав с малого и очень скромного, собрать в сравнительно короткий срок весьма интересную коллекцию картин, а просто потому, что я редко встречал человек такой изощренной любезности. И эти манеры Кутузова не были чем-либо напускным или лицемерным, а соответствовали действительно необычайному его благодушию. Что же касается донаружности графа, то на поверхностный взгляд его легче было принять за купца. На это наводило его тяжелая расползшаяся фигура, его одутловатое широкое лицо, его жиденькая белокурая борода. Все это вместе взятое напоминало торговцев в Апраксином рынке, которые, сидя перед своими лавками, целыми днями попивали чай и зазывали прохожих. Но стоило немного побеседовать с этим мнимой купчиной, и настоящая природа Арсения Аркадьевича выявлялась вполне. Все выдавало в нем подлинного барина. Большими средствами он не обладал, и поэтому долгое время не мог потакать уже давно таившиеся потребности окружать себя предметами искусства. Но с момента, когда он поступил на службу ко двору вдовствующей императрицы Марии Федоровны, и ему была предоставлена прекрасная казенная квартира в доме для служащих Аничкова дворца на фонтанке, для него открылась возможность позволить себе кое-какие безумства его собственные слова. Приобретения на аукционе Фитингофа были первыми из этих безумств, и они были еще робкими и осторожными. С течением же времени граф все более смелел, и в конце концов коллекция его, сгруппированная в его обширном и глубоком кабинете представляла и весьма значительное целое. Он особенно увлекался старыми немцами 15 века. Раз я уже заговорил о петербургских коллекционерах, то будет уместно упомянуть здесь имена и других главнейших наших собирателей Боткина, Шварца, Ваулина, Дашкова, Сергея Сергеевича Боткина и князя Аргутинского. Со всеми ними я часто встречался как раз в эту пору, то есть вокруг 1900 года, отчасти на почве моей деятельности редактора художественных сокровищ, но двое последних из названных сделались моими ближайшими друзьями. С ними я стал видеться чуть ли не ежедневно, мы с женой постоянно бывали у них, а они у нас. Они же стали принимать живейшее участие во всем, из чего складывалась моя жизнь как общественная, так и семейная. Позже к ним присоединились еще князь Горчаков с княгиней и Олив с супругой. На одном из этих лиц мне нужно подольше остановиться. я имею ввиду самого замечательного из них Павла Яковлевича Дашкова. Дашков Павел Яковлевич 1849-1910 действительный член Академии художеств с 1903 года помощник статс-секретаря Государственного Совета обладал уникальной коллекцией, в которой особенно полно была представлена гравюра Петровского времени. Смотрите, Дашков некролог речь 1910 год 7 февраля. После смерти Дашкова Бенуа посвятил его памяти специальную статью речь 1910 год 12 февраля. Коллекция Дашкова была включена в собрание исторического музея. Имя его мне стало известно еще в 80-х годах, когда в изданиях Суворина, посвященных истории Петербурга, его окрестностей и Москвы, постоянно появлялась под иллюстрациями одна и та же заметка из собрания Дашкова. Заметки эти заставляли полагать, что у этого счастливца хранятся неисчислимые сокровища, как раз касающиеся такой области прошлого, которая меня все более и более приманивала. Несколько раз, все через Сомова, я пытался попасть к Дашкову, но пока я из себя ничего официально не представлял, мои намогательства оставались тщетными. Напротив, с момента, когда я стал редактором художественного исторического сборника, издаваемого Императорским Обществом поощрения художеств, Дашков смилостивился. Были у меня и конкретные виды на Павла Яковлевича. Я понимал, что мне никак не обойтись без многого из того, что собрал Дашков. Не скрою, что, отправляясь к такому знаменитому и заслуженному лицу, с такой исторической фамилией, я несколько робел. Но эта робость сразу миновала, как только я переступил порог Дашковской квартиры. Вся его обстановка оказалась совершенно не такой, какой я ее себе представлял. Бог знает, почему я ожидал, что, войдя в этот снаружи издавна знакомый мне дом на углу Михайловской площади, в двух шагах от Михайловского театра я окажусь в подлинно барских хоромах с массой картин на стенах и с великолепной дворцовой мебелью. На самом деле эти комнаты были самыми обыкновенными. В гостиной висел всего один портрет, кресла и диваны покрыты чехлами. Что же касается самого хозяина, то я увидал вовсе никакого-либо важного вельможу, а передо мной предстал подвижной и прям-таки юрткий, сухонький, сидевющий господин с коротко стриженной бородкой, с волосами ежиком, и уж окончательно неожиданным было то, что этот господин припотешно заикался, а речь его, хоть и была безукоризненно правильной, однако в ней слышался как бы намек на иностранный акцент. Отец Дашкова был русским посланником в Швеции, и в Швеции же протекло детство Павла Яковлевича. Несколько своеобразный вид представляла из себя одна только столовая. К ней прямо из передней шел светлый коридор, установленный тропическими растениями, и целая горка таких же растений придавала столовой некоторое сходство с зимним садом. Тут за широким столом происходили те длившиеся часами заседания, во время которых гости, званные и незваные, бывали подчеваемы обильным, но совершенно на домашний лад приготовленным кушаньем и целыми потоками вина. Погреб Павла Яковлевича славился на весь Петербург. Считалось, что у него хранятся какие-то совершенно единственные коньяки, рейнвейны, такайские, бургундские и бордосские вина. Но не ими он угощал своих завсегдатаев, а исключительно своим янтарным сиракузским, похожим на Марсалу. И какое же это было чудное зелье, вкусное и легкое, как оно развязывало язык и как веселило, как располагало к беседе и даже болтовне и к вранью. Хозяин неустанно следил, чтобы бокалы, очень крупные бокалы, были всегда полны, и стоило отпить талику, как он делал знак лакею, и тот, несмотря ни на какие протесты, подливал до краев, а хозяин тянулся, чтобы чокнуться, и приходилось пить. Павел Яковлевич и сам не отставал от гостей в этом культе бахуса, но с момента, когда появились у него первые признаки заболевания грудной жабой, он стал осторожнее, и вместо сиракузского ему подавали рюмочку молока с каплей в нем коричневой микстуры вероятной йода. Это уже не могло служить подстреканием для других, и, пожалуй, в эти годы пили у него меньше прежнего, несмотря на настойчивое его приглашение и понукание. Павлу Яковлевичу доставляло удовольствие напоить гостя. Об одном таком случае он говорил в тоне полководца, одержавшего блестящую победу. Жертвой оказался известный московский театральный коллекционер Бахрушин. Этот самонадеянный господин имел неосторожность похвастаться, что его вино не берет, что он остается трезвым, сколько бы не выпил вин и водки. Ну, подожди, братец, подумал Дашков, я тебе покажу, каким ты останешься трезвым у меня. И, пригласив на следующий день самонадеянного москвича к обеду, Павел Яковлевич так его угостил, что тот оказался под столом, и его пришлось вынести на руках, уложить в карету и отвезти в гостиницу. В этой решительной битве были пущены в ход сильные средства, и в том числе какой-то коньяк эпохи Людовика XVI и какое-то шампанское, превратившееся в подобие густого сиропа. От одной рюмочки такого шампанского люди валятся замертво. Знатоки, впрочем, утверждали, что это не так, и что столетнее шампанское ничего из себя, кроме чего-то тухлого и кислого, не представляет. О, эти чудесные, эти пьяные завтраки за дашковским столом! Как не упомянуть о них добром и восторгом! Какие-то были удивительно занимательные разнообразные собеседования! Какое они мне доставляли наслаждение! Сколько интересных людей я за ними перевидал и переслышал! Три человека были завсегдатые, и они исполняли придашкове роль, которую в старом домашнем быту играли домочадцы и приживальщики. Они были выдрессированы подавать реплики хозяину, наводить разговор на желательные темы, и главное следить за тем, чтобы гости пили. Из них мне лучше других запомнился некий господин Минин, отец красавицы балерины Муромцевой, и, как говорили, спутник Павла Яковлевича в каких-то ночных авантюрах. Завсегдатые им же можно было причислить и популярного историка Бажирянова, а также неизменно каждый раз появлявшегося генерала Несвецовича. Но только последний долго не оставался, и хоть являлся во время завтрака, однако к столу приглашаем не был. Он заезжал на 10 минут, и это для того, только, чтобы для его современной хроники какой-либо только что отпечатанный снимок. Этот Несвецович был очень маленького роста и очень невзрачный, прям-таки чумазый, и генеральская форма шла ему, как коровье седло. Но человек он был ценный. Это был настоящий предтеча тех фотографов-репортеров, тех охотников за кадрами, которые расплодились ныне в таком количестве и стали чем-то вроде общественного бедствия. Технические снимки Несвецовича были не ахтикакие, но то были все же документы, выхваченные прямо из жизни и обладавшие полной достоверностью. Про Несвецович, про его способность пролезать в самые запретные места ходили разные анекдоты, иногда и вовсе неправдоподобные, как, например, будто бы он снял одно очень высокопоставленное духовное лицо с балериной на коленях. Постоянные гости Павла Яковлевича являлись к нему, не дожидаясь, чтоб он особенно приглашал. Это были настоящие завсегдатые. Я довольно скоро попал в их разряд. А затем шла серия самых разнообразных персонажей, начиная с каких-то господ в военных и в гражданских мундирах, служивших в охранном отделении и кончая заведующим военными музеями и архивами. Не было такого готовящегося исторического труда, будь то юбилейная история полка или министерства, в котором можно было бы обойтись без того, чтобы украсить книгу воспроизведениями гравюр, почерпнутых из собрания Дашкова. Мои посещения Павла Яковлевича имели предлогом известную корыстную цель. Я являлся как бы для того, чтобы узнать, не откопал ли чего Дашков для меня из недри его собрания, куда никто не допускался. На самом же деле меня просто тянуло к Дашкову, тянуло оказаться за этим столом и послушать все то, что там говорилось. Разговоры были почти всегда исторического характера, сообщались и обсуждались новейшие открытия всяких тайн, постоянно возвращались, например, к подробностям убийства Павла I, или к тому, был ли или не был Федор Кузьмич действительно Александром I. Смерть Александра I в Таганроге в 1825 году дала повод к возникновению легенды, связывавшей его имя с судьбой таинственного старца Федора Кузьмича, объявившегося в окрестностях Красноуфимска Пермской губернии в 1836 году. Наружность Федора Кузьмича, его образованность, осведомленность о фактах дворцовой жизни и событиях войны 1812 года давали некоторым историкам, например, Борятинскому, смотрите его книгу «Царственный мистик», император Александр I, Федор Кузьмич, Санкт-Петербург, повод для отождествления их личностей. Легенда вдохновила Льва Николаевича Толстого на создание посмертных записок старца Федора Кузьмича, 1905 год, не закончено. Мнение о тождестве Александра и старца Федора первоначально держался и великий князь Николай Михайлович, однако позднее под давлением царской семьи он изменил свою точку зрения на противоположную. В его книгах «Легенда о кончине императора Александра I в Сибири в образе старца Федора Кузьмича Санкт-Петербург 1907 и некоторые новые материалы к вопросу о кончине императора Александра I в Санкт-Петербург 1914 год опровергались возможности споставления этих исторических лиц. Рассказывались анекдоты про всяких первопланных личностей, обсуждалась целесообразность распоряжения полководцев, выигравших или проигравших какое-либо знаменитое сражение и так далее. Изредка затрагивалась и современность, но в таких случаях я не помню, чтобы можно было вывести вполне отчетливое заключение о настоящих политических убеждениях беседующих. Едва ли присутствие каких-то господ из охраны или из сыскной полиции могло способствовать такому уяснению. Впрочем, сам Павел Яковлевич был убежденным монархистом. Даже тогда, когда в 1904 году дело стало портиться, он не терял своей абсолютной веры в государя. Я помню, как он на какие-то едкие нападки одного из гостей вдруг возвысил голос и, почти не заикаясь, в несколько приподнятом тоне заявил «Вот увидите, государь еще себя покажет и всех, и всех, и всех удивит». Вообще же, Павел Яковлевич больше любил послушать умные и ученые речи и постоянно подзадоривал гостей к тому, чтобы они выкладывали побольше всяких сенсаций. Но изредка он и сам выступал с каким-нибудь рассказом, почерпнутым из его необъятного архива. И вот что странно. Его заикание не только тогда не портило дело, а, напротив, придавало его речи особую значительность и живописность. Он с ловкостью умел пользоваться заминками своего языка перед каким-либо особенно замечательным сообщением. Заминки эти служили ему многоточием. Они же позволяли ему в течение такой паузы собраться с мыслями и отлить их в особенно отчетливую и поражающую формулу. При этом Павел Яковлевич начинал по-особенному ерзать на стуле, вертеться, оглядывать сидящих за столом и все это подготавляло эффект, заставляло насторожиться и загореться особенным любопытством. Сенсация затем выпаливалась уже без заминки и с каким-то триумфом. Часто сенсации Павла Яковлевича бывали юмористического порядка и тогда сохранив величайшую серьезность до последнего момента и выпалив наконец то, чем он желал потешить аудиторию, он начинал трястись в каком-то молчаливом смехе, заражая им и всех присутствующих. Да и заражать было нечего, ибо то, что подносил Павел Яковлевич, отличалось всегда тонким островумием. Однажды среди завтрака в столовую вошел высокого роста, чуть сутулый военный, в форме тужурки кавалергарского полка. Ему на вид можно было дать лет сорок. Красивое, значительное лицо было несколько восточного типа. В иллюстрациях детских сказок такими обыкновенно изображаются всякие татарские ханы или индийские принцы и раджи. Уже было странно то, что этот запоздалый на добрых два часа гость вошел совсем по-домашнему, без доклада. Но еще более меня удивило то, что Павел Яковлевич, который в подобных случаях не двигался с места, тут вскочил и с каким-то гостеприимным восторгом бросился навстречу. Все тоже привстали, но гость попросил не беспокоиться и сам уселся на уголок рядом с хозяином, отказавшись, впрочем, от еды. Оказалось, что это великий князь Николай Михайлович, которого соединял с Дашковым интерес к прошлому России и который не раз пользовался для своих исторических трудов коллекциями и архивами Павла Яковлевича. Приход великого князя нарушил общую беседу. Иные не знали, как подобает в таких случаях себя держать, но сам Николай Михайлович постарался, раздавая любезные улыбки во все стороны, очень скоро устранить стеснительность. Он стал рассказывать про какое-либо свое новое открытие. Павел же Яковлевич задавал ему задорные вопросы, вникая в подробности, прося уточнения, высказывая иногда свои предположения или небеспотешного пафоса, изображая крайнее изумление, постепенно вслед за ним и все прочие оживились и вошли в беседу. На меня в этот первый день великий князь произвел очень сильное и обворожительное впечатление. Он показался мне удивительным умницей, человеком прелестной воспитанности и просто необычайно приятным собеседником. Увы, позже, когда я с ним ближе сошелся и был приглашен запросто заходить к нему, главным образом, чтобы принять участие в разборе фотографических материалов для его грандиозного предприятия и сдать своего рода свод русских портретов, мне пришлось несколько изменить это мнение о нем. Под оболочкой тончайшего европейца, парижанина и сказочного принца обнаружились некоторые весьма неприятные черты грубости и, я бы сказал, самодурства. Но к нему я еще вернусь в дальнейшем. Глава сороковая «Новые друзья» супруги Боткины, князь Аргутинский, Кока Врангель да Бужинский. Перечисленные коллекционеры были просто нашими новыми знакомыми. Но вот двое стали и нашими близкими друзьями. Наше сближение произошло на почве собирательства, на общности интереса к старине, к красивым и курьезным вещам. Но постепенно в этом сближении начали вскрываться общечеловеческие начала, наше отношение к жизни вообще, наши жизненные вкусы. Как и старых моих друзей отрочества и юности, так и этих, подошедших к нам уже тогда, когда мои друзья юности перестали представлять собой сплоченные целые, привлекало к себе монархическое начало. Но и у меня, и у них было в этом больше эстетизма, нежели чего-либо похожего на доктрину. Нас всех продолжало пленять в клонившейся к упадку монархии то, что еще оставалось в ней от традиционного великолепия. Кроме того, и у Боткина, и у князя Аргутинского монархизм поддерживался принадлежностью к тому кругу, который более тесным кругом обступал престол. Я уже рассказал, как произошло мое знакомство с Сергеем Сергеевичем Боткиным и его женой на первой нашей выставке в 1898 году. Боткин Сергей Сергеевич 1859 1910 врач, профессор военно-медицинской академии, любитель искусства и коллекционер, действительный член Академии художеств с 1905 года. Бенуа писал о Боткине не раз. В 1910 году в связи с его кончиной Сергей Сергеевич Боткин речь 1910 год 31 января номер 30 и позже памяти Боткина 1924 год в книге Александр Бенуа размышляет Москва 1968 год страницы 168 175 Меня заинтересовала тогда эта юная и симпатичная пара и то с каким особенным вниманием они разглядывали выставленные и оживленно делились между собой своими впечатлениями но тогда дальше наше знакомство не пошло и Боткины еще не были допущены в наш интим а к тому же я вскоре после того уехал к своим в Париж лишь по моем возвращении в 1899 году это знакомство стало быстро приобретать более тесный характер а уже через несколько месяцев мы с женой стали почти неразлучны с читой Боткиных то они звали нас к ним то мы принимали их у себя то все четверо встречались у общих приятелей или в театре с момента же моего вступления в редактирование художественных сокровищ Боткин стал оказывать мне и весьма ценные услуги знакомя меня с разными обладателями прекрасных вещей это он и ввел меня к графу и графине Шуваловым и к Юсуповым и к князю и княгине Орловым он же принял живейшее участие в том чтоб я мог получить разрешение производить снимки внутри Строгановского дворца разумеется к этому времени я уже знал что он вовсе не студент а профессор военно-медицинской академии и к тому же лейб-медик что он вовсе не так молод как казался а что его жена дочь Третьякова память которого я особенно чтил все это не портило дело но и не отзывалось на наших отношениях в которых царил самый непринужденный тон такой же какой царил между нами и нашими прочими друзьями профессор и лейб-медик оказался очень склонным к юмору к шуткам его несколько сиплый давящий смех то и дело раздавался на наших беседах он быстро освоился со всеми нашими чудачествами и странностями Александра Павловна была более сдержанной но это происходило отнюдь не от какой-либо спеси иногда присущей представителям именитого московского купечества а происходило от того что она с трудом освобождалась от сохранения некой природной молчаливой монументальности выражая то удовольствие которое она испытывала в нашей компании одной лишь приятной как бы про себя улыбкой и тот и другой из супругов обладал во всяком случае большим шармом но пожалуй он в большей степени нежели она сказать кстати и в Александре Павловне нас очень коробила одна странная черта она обожала свою старшую дочь Шуру и не скрывала своей антипатии к младшей Тасе причиной этого говорят было то что после рождения первой дочери Александра Павловна особенно страстно мечтала о сыне и вот разочарование постигшее ее когда снова родилась девочка до того ее огорчило что она с самых пеленок принялась это ни в чем не повинное дитя ненавидеть и мало того всячески это показывать в этом несомненно сказывались пережитки купеческого самодурства но надо отдать справедливость Александре Павловне что в чем либо другом такого следа темного царства не обнаруживалось иным характером обладал Сергей Сергеевич он был чрезвычайно любопытен до людей черта которая особенно меня с ним сближала а потому он не только не чуждал с кого-либо но любил бывать и там где людей было много и где он мог вдоволь удовлетворить свое специфическое любопытство не брезгал Сергей Сергеевич и всякой скандальной хроникой охотно пополняя ее собственными наблюдениями которые накапливались в его великосветской практике при этом он разумеется остерегался выдавать тайны профессионального характера и сообщать хотя бы и в тесном дружеском кругу те из своих наблюдений которые могли бы нанести ущерб репутации людей состоящих его пациентами одной из основ нашего дружеского общения с Боткиным было коллекционирование но разумеется я никак не мог тягаться с Сергеем Сергеевичем располагавшим несравненно большими средствами нежели я впрочем и вообще конкурентами мы едва ли могли бы быть так как меня больше тянуло собирать старину западного происхождения он же почти исключительно собирал русские вещи и преимущественно рисунки у него их уже набралось несколько сот но качественно в момент нашего сближения далеко не все были равного достоинства Боткин тогда зачастую попадался придавая веру слишком смелым атрибуциям желание во что бы то ни стало иметь обращик того или другого редкого мастера влияло на эту доверчивость не всегда он разбирался и в разных тонкостях но постепенно он от таких недостатков освобождался становясь все более и более строгим в выборе и в то же время стараясь вести с большей последовательностью пополнение своего собрания которое он завещал музею Александра Третьего и до чего же по-детски бурно радовался милый Сергей Сергеевич когда ему удавалось найти что-либо особенно интересное как он ржал приговаривая что Остроухов и Аргутинский подавятся от зависти когда узнают что у него прибавился еще один Брюлов или еще один Кипренский особенно интенсивный характер получила моя дружба с Боткиным незадолго до его кончины в зависимости от наших парижских спектаклей уже для успеха моего балета павильон Армиды он потрудился немало здесь же он прям таки распинался за меня за Дягилева за всех нас и проводил целые дни то на репетициях в Екатериненском зале то у меня то у Сережи он всегда был поклонником балета и эту его страсть вполне разделяла его жена но с момента когда он перестал быть только зрителем глядевшим на спектакль со своего кресла а лично познакомился с лучшими артистами и видел их за подготовительной работой он просто потерял голову впрочем не одну голову но и сердце он безумно увлекся Тамарой Корсавиной в которую в те дни трудно было не влюбиться до того обворожительно была это всегда веселая и в то же время скромно себя державшая очень неглупая очень начитанная совершенно еще молодая женщина тогда и начинавшая подавать самые серьезные надежды этот односторонний роман Тамара Платонна только что тогда вышедшая замуж за Мухина не отвечала чувствам ее уже немолодого поклонника мог бы, пожалуй, привести к каким-либо драматическим осложнениям в жизни нашего друга если бы не внезапная кончина его произошедшая в начале 1910 года особенно запомнилось мне возбужденное состояние Сергея Сергеевича весной 1909 года в Париже когда он специально прибыл к нашему сезону но под предлогом что ему необходимо продлить или возобновить лечение в Виши впрочем он не менял своей обычной манеры быть он принимал такое же горячее участие в наших делах он также болел всеми маленькими драмами что разыгрывались на обостренных нервах внутри нашего стана и в то же время он продолжал вносить в нашу компанию ту совершенно своеобразную ноту бодрости которая была нам так необходима мало того он в известной мере поддерживал Дягилева и материально когда случилось так что несмотря на успех и полные сборы наш лидер оказался без гроша несколько омрачила Боткина в эти последние годы его жизни ссора произошедшая между ним и князем Аргутинским другим нашим близким другом Аргутинский долгорук Владимир Николаевич 1874-1941 коллекционер произведений искусства примыкавший к основной группе мира искусства принимал участие в организации русских сезонов в Париже произошла она из-за какой-то сплетни еще в эпоху подготовительного периода перед первым спектаклем моего балета павильон Армиды а затем ссора вспыхнула заново с еще большей силой по поводу глупейшей чисто коллекционерской истории а именно Боткин приобрел у антиквара Гризара дюжину старинных русских тарелок с какими-то курьезными музыкальными нотами на которые уже давно целился Аргутинский и это было известно Боткину бешенство охватившее добрейшего Владимира Николаевича было безгранично напрасно и я и моя жена старались обоих наших друзей помирить была даже устроена с этой целью с согласия Боткина но неожиданно для Аргутинского встречи их у нас но Владимир Николаевич почувствовал к своему обидчику такое омерзение что увидев его в нашей гостиной он не поздоровавшись с ним вылетел пулей нам было ужасно жаль бедного Боткина который горько раскаивался в своем стяжательном поступке и даже готов был пойти на то чтобы уступить половину злополучных тарелок Аргутону которого он в сущности нежно любил Аргутинский же обвинял Боткина чуть ли не в грабеже и каждое его предложение истолковывал в худшую сторону он перестал кланяться при встречах не только с Сергеем Сергеевичем но заодно и с Александрой Павловной что являлось особенно диким когда она оказывалась в балете на соседнем кресле и что же кто примчался первым к смертному одру Сергея Сергеевича кто услыхав в телефон печальную весть об его скоропостижной кончине оказался там за добрых два часа до нас кого мы застали в кабинете Боткина куда положили тело рыдающим на взрыд и проливающим потоки слез то был милый непримиримый враг Аргутон все дни до погребения он не выходил из дома Боткинах и выказывал самое нежное попечение о безутешной вдове и об обеих девочках разумеется мир с Александрой Павловной был заключен без объяснений и с тех пор Аргутинский добровольно превратился в какого-то их доброго гения чуть ли не в опекуна для нас же внезапная смерть Сергея Сергеевича была глубоко нас потрясшим ударом и мы долго не могли опомниться только что рассказанная история о том как поссорились Сергей Сергеевич с Владимиром Николаевичем может послужить здесь своего рода введением к ознакомлению со вторым из этих наших двух друзей прямо не принадлежавших к первоначальному школьному ядру однако ставших за несколько лет нашими самыми близкими людьми эта ссора покажется тем более характерной для Аргутинского если я тут же прибавлю что и я с ним ссорился и даже довольно серьезно раз пять причем две из этих ссор прервали наши ежедневные встречи каждая на целых два года характерно и то что все эти наши ссоры кончались полным миром при том без всяких извинений и объяснений ни с той ни с другой стороны в этих распрях оправдывалась поговорка милые бронятся только тешатся и если никак нельзя сказать чтоб мы как раз очень тешились то все же несомненно что эти ссоры отвечали известным потребностям наших душ и что во всяком случае мы и в состоянии ссоры не переставали сердечно любить друг друга за известное и даже большое счастье я почитаю что в момент смерти Аргутинского 9 декабря 1941 года произошедший столь же неожиданно как и смерть Боткина между им и мной царило полное согласие и что всякие вопросы иногда отравлявшие наше общение с момента начала гитлеровской войны если и не были между нами вполне ликвидированы то все же приведены к известному отнимавшему у них всякую остроту соглашению за два часа до смерти Владимира Николаевича я сидел у него в его кабинете на рю Франсуа первого и он угощал меня шоколадными конфетами что в те дни оккупации было редким и очень дорого стоящим лакомством каков же был мой ужас когда вернувшись к себе я в телефон услыхал голос его племянника графа Лорис Меликова произносящий страшные слова дядя Володя только что умер накануне я с Владимиром Николаевичем ходили проститься с прахом только что скончавшегося Мережковского Аргутинский имел здоровый вид и лишь при расставании на улице он со странной улыбкой указывая на сердце произнес фразу у меня здесь какие-то неприятные ощущения во время же нашей последней беседы он только слегка жаловался на простуду и готовился к тому чтобы ему с разрешения врача были поставлены банки не получив от них ожидавшегося облегчения Владимир Николаевич без посторонней помощи вскочил с постели подошел к комоду и налил каких-то успокоительных капель однако уже на возвратном пути к постели он почувствовал себя дурно а свалившись успел только сказать фразу мне очень холодно к нашему с женой особенному огорчению мы не могли тотчас же отправиться к телу нашего друга было уже шесть часов а с шести по распоряжению немецких властей всякое движение по парижским улицам в те дни прекращалось до утра следующего дня это была репрессивная мера принятая после какого-то покушения познакомился я с князем Владимиром Николаевичем Аргутинским Долгоруковым еще в университете это был очень привлекательный очень симпатичный молодой человек ему было тогда около восемнадцати лет но производил он впечатление еще более юное прибавка к фамилии Аргутинский исторически звучащего слова Долгоруков сообщала ему особый ореол и так сказать большую достоверность его аристократизму как бы родня его с Рюриковичами в то же время отделяя его от Кавказа впрочем в его приятной наружности в его не столько овальном сколько круглом лице в его правильном вовсе не горбатом носе в его карих близоруких глазах он довольно рано стал носить очки в его чуть пробивавшихся усиках не было ничего типично восточного держал себя Владимир Николаевич скромно почти робко отнюдь не спесиво и невоскомерно напротив во всем чувствовался хороший доверчивый и ищущий сближение с другими человек и лишь гораздо позднее стало в нем проявляться недоверчивость а еще позже и нетерпимость что несомненно было следствием многих разочарований после университета наша компания теряет Аргутинского на несколько лет из виду это объясняется тем что эти годы он проводит в Англии в Кембридже где и довершает свое образование лишь по возвращении на родину и после поступления на службу в Министерство иностранных дел наше знакомство с Аргутинским возобновляется и постепенно преодолевая свою стеснительность он становится частым гостем сначала одной только редакции мира искусства а затем и нашим при его скромности и молчаливости потребовалось время чтобы мы заметили его интерес к искусству еще гораздо больше времени ушло на то чтобы мы стали считаться с его мнением прислушиваться к его суждениям тут впрочем происходил двойной процесс мы постепенно учились оценивать этого новичка но и новичок благодаря общению с нашей компанией формировался шлифовался терял остатки своего провинциализма приобретал разнообразные знания вкус его утончался и одновременно он терял свою стеснительность свою робость его мнения становились более определенными и оригинальными ясными и обоснованными и в зависимости от всего этого он приобретал опломб в отстаивании своих позиций я лично сначала только терпел присутствие милого тихого безобидного но как казалось не особенно интересного молодого человека но когда я открыл в нем задатки чего-то что в будущем могло сделать из него культурного любителя полезного для русского искусства то я ближе сошелся с ним в характере Аргутинского было много чего-то такого в чем мы были склонны видеть быть может без особого основания черты типично армянские сюда главным образом относятся его упрямство его стародевическая обидчивость его склонность к какой-то унылой созерцательности и больше всего известные недостаток темперамент что же касается его суждений то они раздражали своей доходившей подчас до смешного однобокостью а то и предвзятостью одной из причин нескольких наших размолвок были его предубеждения против всяких лиц его привычка делить людей на вполне приемлемых и на абсолютно неприемлемых на добрых и злых на умных и глупых и так далее словом этот человек обладавший несомненным вкусом в отношении художественных произведений не желал или не умел считаться в жизни с нюансами с оттенками и как-то схематизировал и душевные качества и недостатки людей доходя зачастую до озадачивающих наивностей и вопиющих абсурдов начало коллекционирования Владимира Николаевича напоминало начало коллекционирования Сережи Дягилева и на сей раз дело началось с пустяков с обстановки ютился Аргутинский первые годы в небольших квартирках совершенно ничего в себе декоративного и барского не имевших он вполне мирился с этим а деньги которые ему присылали его очень состоятельные родители из тифлиса он тратил на одежду он одевался со скромной но дорого стоящей элегантностью и даже многое заказывал в Лондоне на спектакли на хозяйство и наконец на лихача вот за этого лихача ему особенно попадало от друзей было действительно странно что этот человек отворачивавшийся от всяких проявлений пошлой фоноберии все же точно кутящий кубчик разъезжал по городу не иначе как на таком наемном вознице бросавшем пыль в глаза будто это собственный кучер лишь с момента своего переезда на ультра аристократическую миллионную Владимир Николаевич начинает обставляться на более изысканный лад и постепенно превращается в настоящего одержимого всепоглощающей страстью собирателя цель которую он ставил себе была двоякая надлежало из данной квартиры с ее высокими потолками и окнами создать нечто очень парадное и дающее иллюзию старины в то же время он хотел собрать все что можно было из картин рисунков и всякой декоративной мелочи что со временем могло бы послужить значительным обогащением наших музеев и главным образом русского музея Александра Третьего увлекаясь такой сложной задачей Владимир не щадил затрат и постоянно влезал в долги если можно утверждать что Боткин и Аргутинский совершенно слились с нашей основной компанией то того же нельзя сказать про еще одного подошедшего к нам в эти годы 1900-1903 а именно про барона Николая Николаевича Врангеля Врангель Николай Николаевич 1880-1915 историк искусства и художественный критик автор двухтомника русский музей императора Александра Третьего живописи скульптура Санкт-Петербург 1904 год соавтор грабаря по истории русского искусства им написан том 5 посвященный скульптуре Москва 1913 год но Врангель просто не успел занять этого места все что-то мешало этому все точно откладывало эту дружбу в начале несомненно препятствовала тому его юность ему было не более 23 лет когда он со своим кузеном Раушфон Траубенбергом появился у нас Раушфон Траубенберг Константин Николаевич 1871 1935 скульптор был привлечен к работе на императорском фарфоровом заводе 1909 1915 автор портретных статуэток и декоративной скульптуры малых форм когда же дружба уже определенно наметилась то грянула война и Врангель добровольно отправился на фронт где вскоре скончался от тяжелой болезни почек Николай Николаевич был родным братом того генерала барона Врангеля который возглавил белые движения на юге России однако я не могу судить было ли между братьями какое-либо близкое единение так как военного Врангеля я у Коки ни разу не встретил и Кока никогда о нем не говорил напротив я хорошо запомнил их отца старик Врангель был любопытный и по внешнему виду и по характеру фигурой но как раз стариком Николая Егорча никак нельзя было назвать и не только потому что ему на вид когда я в первый раз попал к ним в дом нельзя было дать и 50 лет но и потому что он с совершенно юношеским жаром относился к вопросам интересовавшим его младшего сына это был высокого роста господин с крупными чертами лица с едва начинавшей сидеть бородой недостаточно скрывавшей его некрасивый рот мясистые губы его сразу же бросались в глаза своим сероватым цветом и сразу выдавали арабское или негритянское происхождение но таким происхождением врангеле только гордились ведь в них была та же кровь которая текла в жилах пушкина так как и они происходили от того же араба Петра Великого как и наш великий поэт и как знаменитый военачальник 18 века ганнибал что-то арабское было и в коке и не только в смуглости лица и в каком-то своеобразном блеске глаз но и в сложении во всей его повадке в его чрезвычайной живости и подвижности в чем-то жгучем и бурном что сразу проявлялось как только он чем-либо заинтересовывался да и в манере относиться к людям не было ничего славянского или германского скандинавского словом арийского или европейского первое время кока врангель немного пугал меня своим чрезмерным натиском он относился к человеку который был ему нужен как крепости имеющей быть взятой в кратчайший срок он штурмовал людей на суворовский лад да и смеялся кока совершенно по-особенному несколько по-дикарски уж очень откровенно уж очень бесцеремонно а смеяться он любил что между прочим вызвало сразу к нему мою симпатию сглаживая то ощущение опаски которое вызывало его безудержность не прочь был он и насмехаться его удивительная память хранила бесчисленные острые анекдоты касающиеся разных высокопоставленных лиц как прежнего времени так и современных благодаря той же изумительной памяти он знал наизусть тысячи и тысячи стихов что без сомнения послужило ему лучшей школой в его собственном стихотворчестве говорят Николай Николаевич сочинил целую сатирическую поэму хронику петербургского Гранд Монда я слышал лишь небольшие отрывки но они отличались действительно необычайной меткостью и остроумием оба барона оба кузена Кока Врангель и Кока Рауш были чрезвычайно забавны когда являлись вместе к нам они в первые годы никогда порознь и не являлись и непременно это бывало около полуночи точно два актера заучившие роли они подавали друг другу реплики подзадоривая на всякое словесное шутовство прибавлю еще что юмор Кока Рауш охотно принимал чуть дьяволический оттенок несмотря на то что это был добрейший и необычайно благожелательный человек впечатлению инфернальности способствовала и его физиономия тоже явно африканская темный цвет кожи покрытый породистыми бородавками и его жутко язвительная усмешка напоминавшая те маскароны фавнов и сатиров которыми в старину любили скульпторы украшать архитектурные и мебельные детали хмыканье издававшееся Раушем придавало особую значительность его остротам от такого хмыканье античные нимфы и дриады должны были со всех ног удирать и прятаться в чаще появление двух баронов произошло вследствие затеи Николая Николаевича Врангеля устроить в Петербурге выставку русских исторических портретов не имея еще ровно никакого опыта и лишь довольно приблизительные знания он счел необходимым прибегнуть к моему опыту и моим знаниям но об этой затее я собираюсь говорить подробнее в другом месте одна черта мне была особенно мила в Коке Врангеле принадлежа по фамилии к высшему обществу он не обнаруживал и тени какой-либо спеси или хотя бы снобизма в стиле золотой молодежи Аргутинский даже обвинял его в известном мув-жанре он и получасом не пожертвовал бы для какого-нибудь мунденного сборища и для пустого перемалывания светских сплетен зато любое художественное дело забирало его целиком я плохо знаю условия их семейной жизни возможно что тут сказывалось то что при всей своей древней родовитости эта ведь Врангеле была сравнительно захудалой что лишь благодаря деловитости барона Николая Егорыча который мне казался типом человека всего добившегося своими силами семья успела отвоевать себе обратно утраченное было но подобающее положение в обществе матушку же Коки я встретил всего раза два и очень жалею так как уже тогда ходил слух вполне затем подтвердившийся что именно она была настоящей духовной воспитательницей своих сыновей мало того она принимала как раз в художественных делах Коки если и скрытая то все же самое активное участие помогая ему разбираться в накопившихся выписках заметках и так далее характерно для баронессы Врангель во всяком случае то что уже потеряв мужа и обоих сыновей живя в эмиграции она принялась за составление словаря современных русских художников и с этой целью обратилась ко всем нашим проживавшим в эмиграции собратьям мне неизвестно что вышло из этой прекрасной затеи особенно развернулся Врангель во время издания сборника старые годы начавшего выходить с 1907 года инициатива этого сборника принадлежала не ему а Василию Андреевичу Верещагину а очень большие средства на то потребные дал Петр Петрович Вейнер но с самого начала Врангель был притянут к делу и очень скоро именно он сделался настоящей душой заводилой и вдохновителем этой прекрасной затеи не говоря уже о том что именно его авторству принадлежит значительное число наиболее интересных изысканий в которых под формой археологической научности у него всегда пробивается какое-то более жизненное иногда даже сентиментальное и поэтическое начало Старые годы ежемесячный журнал для любителей старины издававшийся при кружке любителей русских изящных изданий в 1907 1916 годах его редактором был Верещагин издателем Вейнер в общем можно сказать что его основные взгляды на искусство и главным образом на русское искусство носили отпечаток моего влияния но в отношении некоторых оценок исторических личностей и отдельных произведений мы не сходились и даже подчас я порядком на коку Врангеля досадовал одним из таких пунктов разногласия была личность императора Николая Павловича к которому у Врангеля установилось отношение я бы сказал герценовского порядка возможно что тут сказывались кое-какие семейные традиции либерализма в духе 50-х и 60-х годов или восходя выше и какая-либо обида из эпохи декабристов но тут было много и просто от молодости Врангеля еще одна симпатичная черта Врангеля было отсутствие в нем всякого тривиального самолюбия возможно что и он когда-то мечтал стать Наполеоном или Александром Македонским но то вместе с другими чисто ребяческими бреднями испарилось бесследно в позднейшие же времена Врангель едва ли таил в себе какие-либо чисто карьерные замыслы в своей неистовой деятельности он был совершенно бескорыстен это был дилетант в самом благородном понимании слова он служил искусству для искусства Врангель скончался находясь во время Первой мировой войны в качестве добровольца на санитарном фронте от острого воспаления почек произошло это далеко от Петербурга и весть об его кончине поразила всех своей полной неожиданностью но мне кажется что сам он чувствовал в себе того гложущего червя который так рано подточил его физические силы именно этим сознанием своей ранней обреченности можно объяснить то что Врангель находился всегда в состоянии чрезвычайной возбужденности какой-то спешки его точно что-то нудило торопиться чтобы успеть все сделать что он себе наметил что-то тревожное и беспокойное было и в его взоре что-то особенно порывистое в движениях а может быть подгоняло его и то чувство которое как я уже говорил руководило но в темпе менее ударном и мной и некоторыми нашими друзьями то есть ощущение близости какого-то конца всей той культуры продуктом который мы были сами и служить на пользу которой мы считали своим радостным долгом в этом отношении судьба оказалась милостива к Врангелю она не дала ему видеть крушение всего нашего мира он не познал и этого чувства никчемности выброшенности за борт которая отравила нам жизнь в вопросе оценки художественного значения и достоинства Добужинского особенно ярко выразились те две противоположные точки зрения которые руководили Дягилевым и мной Добужинский Мстислав Валерьянович 1875 1967 живописец график театральный декоратор один из главных выразителей художественных идей мира искусства он оставил воспоминания в которых детально описаны его детские и юношеские годы пора участия в мире искусства годы работы в театре Добужинские воспоминания Нью-Йорк 1976 год том первый для меня как-никак главным в искусстве всегда было и до сих пор остается то что за неимением другого слова приходится назвать избитым словом поэзия или еще более предусудительным в наши дни словом содержание я не менее другого падок на красоту красок и меня может пленить в сильнейшей степени игра линий сочетания колеров блеск и виртуозность техники но если эта красочность эта игра форм и эта техника ничему более высокому или более глубокому все слова потерявшие прежнюю свою силу но вот других пока не создано не служат то они не будут во мне тех чудесных ощущений для которых по-моему и существует искусство здесь дело не в сюжете который может оставаться и чуждом непонятным неугадаемым а здесь все дело в какой-то тайне которая проникает до глубины нашего существа и возбуждает там ни с чем не сравнимые упования надежды мысли эмоции и вообще то что называется движениями души в моем представлении и в моем непоколебимом убеждении это тайна и есть искусство если это главное эта тайна налицо то я могу простить не только те или иные ошибки и неправильности а я их просто не замечаю они перестают для меня существовать вместе со всем тем что объединено словом академизм иной раз эти самые якобы ошибки являются даже особенно острой прелестью вещей я готов простить и некоторые другие недочеты сухость корявость даже известную беспомощность в Дягилево же еще тогда когда он почти юношей робко искал приобщиться к нашему кружку всегда чувствовалось какое-то специфическое безразличие к тому что мы я и мои друзья почитали за главное в нем проявлялась какая-то душевная пустота и вообще отсутствие поэтических запросов в нем эта черта была стихийная примитивно дикарская никто его этому не учил однако и все мои все наши старания научить его чему-нибудь другому терпели полную неудачу кстати сказать самая эта стихийная дикость самое это варварство Сережи особенно пригодилось ему когда он в силу внешних обстоятельств освободился от нашего влияния это они эти черты варварства создали ему особенно громкий успех и это сроднило его с передовыми элементами европейского искусства которые также с презрением и ненавистью отвернулись от сюжета или стали творить вещи в которых всякое наличие поэзии подвергалось осмеянию и издевательству согласно новым теориям уж и не таким новым им уже полвека произведение должно действовать средствами свойственными каждой художественной отрасли чистой музыки чистой поэзии чистой живописи однако я знаю доподлинно что тех эмоций которыми я обязан Боттичелли Микеланджело Тинторетто Рембранту Баху Моцарту Вагнеру Мусоргскому Бородину Чайковскому и так далее эмоции такой же интенсивности той же степени восторга я никогда не испытывал и не в состоянии испытывать от самых изощренных картин ну скажем Брака Пикассо Матисса или даже импрессионистов да простится мне такое отступление от темы мне могут указать что искусство Добужинского не столь значительно что по поводу него пускаться в подобные выспренние рассуждения однако это не так говорить нечего искусство это действительно скромное тихое искусство это ничего необычайного не представляет до чего характерно для всей эстетической психологии нашего времени это выражение однако в этом скромном и тихом искусстве заложена та крупица подлинности которую следует особенно ценить и которой лишены многие другие и весьма гордые знаменитые и блестящие произведения это необычайно искреннее искусство вполне свидетельствует об искренности и душевной правдивости художника не все в Добужинском одинаково ценно попадаются и в его творения будь то иллюстрации или театральные постановки вещи надуманные и потому менее ценные бывало особенно за последние годы что Добужинский старался не отставать от века и такие чистолюбивые попытки неминуемо кончались неудачей там же где он остается совершенно самим собой и где задачи которые он ставит себе ему по душе и в его средствах где ему не приходится ни хитрить ни что-либо прятать он создал и создает вещи полные неувидаемой прелести иной его вид российского захолустного города иные его пейзажи худосочной но милой русской природы иная его виньетка обладают такой остротой и такой чувствительностью что эти произведения не перестают действовать на сердце и на воображение к таким вещам или вещицам до Бужинского приятно возвращаться и через многие годы они не приедаются не исчерпываются их соль не выдыхается ну а это и есть то что роднит на Парнасе и самых мощных грандиозных самыми скромными самыми маленькими как роднит в раю самых героических подвижников с самыми смиренными но чистыми душами все бога хвалят и хвала каждого господу приятно что же касается не художника а человека до Бужинского то он несомненно принадлежит к разряду наилучших и наипленительных беседа с ним создает всегда то редкое и чудесное ощущение уюта и какого-то лада которое мне представляется особенно ценным и которое всегда свидетельствует о подлинном прекраснодушии да Бужинский человек с прекрасной светлой душой глава 41 катастрофа с Сильвией наши исторические труды теперь нужно вернуться к тому что произошло в феврале 1901 года и что возымело самые значительные последствия как для Дягилева так в меньшей степени и для всей нашей компании я говорю о том скандале который возник из-за постановки базы императорских театров я уже рассказал о том как князь Волконский поручил Дягилеву редактирование ежегодника императорских театров и как блестяще Сережа справился с задачей я упомянул и о том что успех и особенно то что ежегодник удостоился величайшего одобрения вскружил голову нашему другу этот успех оказался ему как бы не по силам иллюзия что он уже совсем близок к цели своих чистурьбивых замыслов лишило его способности трезво судить как о своем личном положении так и о своих возможностях наконец я упомянул и о том что Дягилев в это время свел нечто вроде дружбы с великим князем Сергеем Михайловичем и с нашей знаменитой балериной Шисинской сам великий князь замышлял получить верховное и почетное управление императорскими театрами Дягилев же занял бы тогда при августейшем управляющем пост действительного директора словом намечалась характерная придворная интрига и Сережа которому льстило уже то что он был заодно с императорским высочеством совершенно в этой интриге запутался он зачастил каждый день ездить то во дворец великого князя то в особняк госпожи Кшесинской и возвращался с этих конспиративных совещаний опьяненный чистолюбивыми мечтами и как раз тогда же но совершенно независимо от этого заговора я стал требовать от Сережи чтобы он решительно настоял перед Волконским на более толковом и достойном использовании сил окружавших его художников при этом я считал что особенно подходящим случаем явилась бы какая-либо постановка в которой приняла бы участие вся наша группа и самая тема была у меня давно на готове то был трехактный балет Сильвия любимого мною де Либо своим культом этого грациознейшего и поэтичнейшего музыканта я успел заразить всю нашу компанию начиная с Валечки и Сережи и кончая Серовым остановив свой выбор для такой нашей первой коллективной работы на Сильвии я был уверен в том что именно в этой музыке найдется вся потребная сила вдохновения то магическое воздействие без которых всякая художественная работа обречена на мертвичину в то же время постановка именно Сильвии давала казалось мне возможность внести в хореографическое творчество значительное и необходимое обновление еще об Айседоре Дункан не было помину мы увидели эту удивительную артистку лишь через три года но в моем воображении уже бродили танцевально-сценические видения в духе возвращения к большей естественности и освобождения от связывающих и ненужных условностей классики намечались и те хореографы которые смогли бы облечь подобные видения в реальные формы когда братьям легат было сообщено про наше пожелание то они изъявили полную готовность принять участие в общей работе и следовательно можно было вполне рассчитывать на то что при участии этих юных и даровитейших артистов вся затея завершится полным успехом легат Николай Густавович 1869 1937 балетмейстер и танцовщик партнер Павловой Кшесинской с 1904 года балетмейстер Мариинского театра с 1921 года жил вне России в 1925 26 годах участник труппы Дягилева в 1929 году открыл балетную школу в Лондоне легат Сергей Густавович 1875 1905 один из лучших танцовщиков своего времени партнер многих известнейших балерин в том числе Корсавиной мечты художников нашли себе совершенный отклик в Дягилеве он стал с особой настойчивостью домогаться чтобы поставлена была Сильвия при участии всей нашей группы при этом однако он ставил условие чтобы заведование постановкой было всецело поручено ему и чтобы вся работа производилась исключительно под его личной ответственностью для него было важно чтобы в случае удачи в которой он не сомневался таковая послужила бы ему неким трамплином а трамплин пригодился бы для дальнейшего его восхождения на намеченном пути но и Волконскому уверенному в том что мы несем нечто новое и прекрасное мысль дать художникам мира искусства возможность вполне высказаться нравилось чрезвычайно сгоряча он и согласился на все то что ему предлагал или от него требовал Дягилев с этого момента я распределил по давно выработанному плану всю работу между друзьями и все с радостью изъявили желание тотчас взяться за работу декорацию первого действия освещенной луной полянка в лесу с капищем амура я оставил за собой во втором действии две картины первую пещеру Ориона я поручил Баксту вторую коровину декорацией третьего действия занялся Женя Лансере он создал нечто очень изящное и поэтичное вдохновляясь картинами Клода Лорена почти все костюмы взялся сочинить Бакст но Серов так увлекся общей творческой горячкой предварительные эскизы набрасывались тут же в редакции что сочинил чудесный образ древнего сатира свидание с легатами состоялось на следующий же день после того что Сережа вернулся от Волконского сияющий от счастья получив на все полное согласие директора легаты тотчас же явились и соединенными усилиями в четыре руки Валечка и Сережа проигрывали им музыку Сильвии я же ее такт за тактом комментировал легаты зажглись сразу не на шутку одно нас огорчило на это заседание не явилось хотя обещала наша тогдашняя любимица Преображенская которой предназначалась главная роль но легаты обещали выбрать среди молоденьких танцовщиц ту которая еще лучше Ольги Осиповны справилась бы с задачей среди этих будущих звезд обращал на себя внимание прелестная Павлова Вторая увы всей этой чудесной затеи и всему нашему блаженному состоянию творческого энтузиазма наступил скорый и самый печальный конец и настоящей причиной катастрофы была слишком уж решительная манера действовать Сережа таковая манера была вообще ему свойственна и она в общем явилась его огромным преимуществом но в данном случае он перехватил через край он закусил у дела он был все еще отуманен успехом ежегодника сам государь имеет теперь о нем представление вот почему он особенно вознегодовал когда Волконский как бы опомнившись выразил сомнение в правильности с точки зрения административной того что Сильвия будет изъята из общего ведения постановочных дел продолжая разговор директор уже прямо заявил Дягилеву что он принужден взять у него обратно данное поручение или по крайней мере лишить это поручение характера официальной привилегированности тут успех ежегодника и сыграл фатальную роль Дягилев в это время был уже занят собиранием материалов для издания ежегодника за 1900 год и ему казалось что у него таким образом в руках какое-то неотразимое средство добиться своего он и предложил князю своего рода ультиматум постановка где остается в исключительном ведении его Дягилева в противном случае он отказывается от заведования ежегодника в свою очередь такой тон показался Волконскому недопустимым со стороны как-никак подчиненного и он вспомнил что он может приказывать он и объявил Дягилеву что он безоговорочно приказывает ему продолжать заниматься ежегодником слово за слово разговор получил характер ссоры и наконец Волконский потребовал от Дягилева чтобы он раз он не желает подчиняться своему начальнику подал в отставку а я не подам был ответ Дягилева а я вас заставлю подать закричал ему вслед директор прямо из дирекции Сергей прилетел в величайшем волнении в редакцию где все друзья были в сборе и где тотчас же было постановлено доказать нашу солидарность с Сережей выразив это в том что и мы все в письмах к Волконскому тоже отказались от дальнейшего сотрудничества с театральной дирекцией на следующий день было получено официальное требование отставки Сережа этого не ожидал и в полном смущении обратился к великому князю который не откладывая на экстренном поезде отправился в царское село специально чтобы осведомить государя о возникшем в театральной дирекции недоразумении и узнать личное мнение о том его величество высочайшее мнение при этом было высказано в несколько неожиданной но и самой обнадеживающей форме государь ответил буквально следующим образом на месте Дягилева я бы в отставку не подавал чего же было ожидать лучшего выходило что государь заодно что он как бы сочувствует опираясь на такую высочайшую апробацию и почти совет Дягилев был уверен что его карта выиграна вместе с ним мы все были в восторге теперь не он уйдет в отставку а вынужден будет выйти в отставку посрамленный Волконский и тогда заговор развернется в предначертанном порядке великий князь станет августейшим управляющим театров Сережа при нем фактическим директором обернулось же все совсем иначе на следующий день после беседы великого князя с императором состоялся обычный субботний высочайший доклад по министерству двора но докладчиком оказался вследствие нездоровья не министр барон Фредерикс а его заместитель генерал Рыдзевский за что-то очень невзлюбивший Дягилева Сережа считал его прям таки своим злейшим врагом что было говорено между ним и его величеством остается тайной но через два дня в понедельник когда Сережа еще лежа в постели и ничего дурного не предвидя развернул только что полученный им правительственный вестник он в рубрике правительственных распоряжений прочел жестокие строки чиновник особых поручений Дягилев увольняется без прошения и пенсии по третьему пункту с ним чуть не сделался обморок значили же эти слова что все его дальнейшее существование как бы меняло направление и теряло свою цель и самый смысл эти слова показывали что Волконский одержал полную победу и это несомненно сведомо государя что заступничество великого князя немало не помогло что государь не принял стороны Дягилева а что Дягилев поражен растоптан смешан с грязью ведь третий пункт применялся лишь в крайних случаях и почти всегда как кара когда служащий был уличен в каких-либо неблаговидных поступках в лихаимстве в воровстве и тому подобное этот роковой третий пункт равнялся публичному ошельмованию и как бы выбрасывал ошельмованного из общества порядочных людей получив такую отставку такой волчий паспорт нечего было думать снова поступить на государственную службу на самом деле Дягилев уже через год или два был снова принят на службу и даже в учреждение не менее почетное нежели дирекция императорских театров при слабовольном Николае втором такие непоследовательности не были редкостью но можно ли было сравнить то поле деятельности которое представляло собой управление театрами с тем унылым чисто бюрократическим делом которому Дягилев был теперь представлен да он и не пытался показывать какой-либо интерес к своей новой должности он почти не заходил на службу или появлялся там на четверть часа пользуясь нисхождением как самого управляющего собственно его величество канцелярией Танеева благоволением которого Дягилев успел в свое время заручиться при постановке оперы этого сановника на эрмитажной сцене так и своего непосредственного начальника гофмейстера Николая Шульмана милейшего и добродушнейшего человека состоявшего с нами в довольно близком родстве кто теперь мог бы помочь раз случилась эта беда сведома и даже с несомненного согласия безапелляционного вершителя судеб всего российского государства Сережа и покорился неизбежности но стоило это ему немало усилий над собой надлежало главным образом скрыть то что у него происходило на сердце если это ему и удавалось при чужих то перед нами он не стеснялся и в течение нескольких недель мы видели его таким каким и не подозревали чтоб он мог быть он не клял судьбы он не поносил виновников своего несчастья он не требовал от нас какого-либо участия он только просил с ним о случившемся не заговаривать все должно было идти своим обычным порядком как ни в чем не бывало когда в редакцию мира искусства являлись посторонние он выходил к ним в приемную с тем же сияющим видом русского вельможи какой у него выработался до виртуозности но как только он оставался наедине с близкими он как-то сразу оседал он садился в угол дивана и пребывал в нервном положении часами отвечая на вопросы с безнадежно рассеянным видом и почти не вступая в ту беседу которая велась вокруг него в одиночестве с Димой он больше распоясывался иногда даже плакал или отдавался бурным проявлениям гнева но это происходило в тиши его спальни в конце коридора куда кроме Димы лакея Василия и нянюшки никто не бывал допущен постепенно текущая работа стала развлекать Сережу он стал в нее втягиваться с обновленным рвением принялся он тогда заниматься миром искусства которому за последнее время он несколько охладел но в особенности его заняла та книга о чудесном нашем художнике Левицком которой он был исподволь занят уже несколько времени но за окончание которой он теперь принялся с удвоенной энергией русская живопись 18 века том 1 Левицкий 1735 1822 составил Дягилев Санкт-Петербург 1902 год Дягилев дважды публиковал в газетах обращение ко всем лицам обладавшим произведениями Левицкого с просьбой сообщить все то что они знают об этих вещах кроме того он разослал не менее 600 писем содержащих ту же просьбу к начальникам губерний и губернским и уездным предводителям Дягилев получил около 50 ответов которые дали ему богатый материал для пополнения списка работ Левицкого каждое название включенное в список снабжено историей произведения обстоятельствами его создания и тому подобное а также зачастую соображениями о его достоверности большинство из этих соображений не утеряло своей ценности до сих пор Вершинзон Чагадаева Дмитрий Григорьевич Левицкий Москва 1964 год страница 20 к списку работ художника приложены подробнейшие биографии лиц изображенных на портретах она появилась в том же еще 1901 году и она одна может служить достойным памятником художественно-исторической деятельности Дягилева Сергей очень настаивал чтобы я написал биографический очерк в этой книге оставляя за собой одну только документальную подготовку к ней он днями теперь просиживал в архиве Академии художеств и у других источников однако я был тогда без того переобременен работы как редактированием художественных сокровищ так и заканчиванием моей истории русской живописи пришлось отказаться от этого лесного сотрудничества и тогда Дягилев обратился по совету Дашкова к известному украиноведу Горлинка который и изготовил нечто весьма приемлемое но все же тусклое тогда как документальную сторону Дягилев взял на себя и она является по сей день ценнейшим справочником касающимся жизни и творчества Левицкого Да и внешний облик этого у вража получился необычайно пышный и монументальный Не обошлось впрочем и на сей раз без некоторых странностей Сергея Но стоит ли придираться к пустяшным грехам когда имеешь перед собой такой цельный единственный вклад в сокровищницу науки о русском искусстве Грехом следует считать отсутствие в книге алфавитного указателя и совершенно нелепый порядок размещения таблиц за которые Сережа несмотря на уговоры упрямо держался единственно из каких-то эстетических соображений последовательность расположения таблиц действительно не подчинена какому-либо принципу хронологическому сословному или тематическому альбом открывается портретами Екатерины Второй Павла Первого и Александра Первого но следующие за ними великокняжеские портреты перемежаются портретами отца и брат художника портреты смолянок разрознены портреты позже написанные чередуются с более ранними портреты лиц установленных с портретами неизвестных лиц В плане дальнейшей исследовательской деятельности Дягилева книга о Левицком являлась лишь первым томом в ряду целого ряда других в которых были бы с одинаковой обстоятельностью представлены и все прочие выдающиеся русские художники восемнадцатого столетия Роктов Боровиковский Шибанов Щукин Семен Щедрин и другие К сожалению однако из этой прекрасной затеи ничего не вышло хотя много подготовительной работы уже было им сделано фотографии сняты отдельные жизнеописания подготовлены по архивным данным и даже заказаны книжные украшения художникам Сначала Дягилев отвлекся от этой прекрасной задач приготовлением грандиозной портретной выставки а потом наступили смутные годы 1905-6 когда вообще стало не до того Я только что упомянул вскользь о моей истории русской живописи в 19-м веке первая половина которой вышла из печати в виде приложения к русскому переводу книги Мутера история живописи в 19-м веке все в том же 1901 году вторая же часть только через год в 1902-м В свое время появление моей книги ожидавшейся с нетерпением всеми друзьями приобрело характер известного события но я сам не был вполне доволен своим трудом Многие высказанные мной в нем мнения показались мне уже тогда слишком односторонними и пристрастными точнее не вполне выражающими то что я желал выразить особенно же меня огорчало что я многих и даже мне лично очень симпатичных людей обидел нелицеприятных характеристик и определений в книге Бенуа история русской живописи в 19-м веке Санкт-Петербург 1902 год было немало внимание прессы было занято главным образом обсуждением критического разбора творчества Репина и будто бы противостоявшим ему неприязненным отзывам о Баксте однако не меньше поводов для обид могли дать характеристики Бакста и Сомова Бенуа писал в былое время золотые руки Бакста нашли бы применение он не стыдился бы посвящать себя тому к чему он в сущности призван был бы декоратором ювелиром мелким но интересным и истинным художником его не смущало бы желание тягаться с Менцелем намек на неудавшееся полотно Бакста въезд адмирала Авелана в Париж и далее Сомов не может считаться великим живописцем его искусство слишком специфического оттенка оно не захватывает широкого круга идей не дает мощных укрепляющих и поднимающих дух образов рядом с безусловно великими произведениями живописи оно покажется пожалуй мелким во всяком случае болезненным слишком изнеженно тонким Сомов покажется хилым ребенком страницы 268 и 273 но тут я утешался поговоркой Платон мне друг но истина дороже в общем я все же сознавал что создал нечто что в данной области останется чем-то вроде основы что я поставил известные вехи и расчистил многие заросшие плевелами пространство указав на более правильные пути для дальнейшего изучения предмета Бенуа не упоминает в числе лиц высказавших одобрение его книги имени Дягилева однако характер известного события придал ее выходу как раз его развернутый отзыв в журнале мир искусства в конце статьи Дягилев отметил заслуга работы чрезвычайна Бенуа первый расчистил Авгиевы конюшни нашей живописи и дал руководящую нить с которой не рискуешь сбиться с настоящего пути по существу Бенуа перефразировал в воспоминаниях эту мысль оценка оценка данной Дягилевым самому автору книги представляла в 1902 году первое обобщающее определение роли Бенуа в художественном процессе конца 19-го начала 20-го века он писал влияние Бенуа на жизнь современного русского искусства несравненно больше чем кажется на первый взгляд не будь влияние Бенуа на всю ту среду из которой появились Сомов Лансере Бакст Брас Малявин и даже Серов не будь повторяю я этого влияния все эти художники никогда не сплотились бы и брели каждой своей дорогой по поводу книги Бенуа истории русской живописи в 19-м веке часть 2 Мир искусства 1902 год номер 11 страницы 44 и 39 Впрочем и тогда при своем появлении книга вызвала немало всяких толков из которых особенно громко звучали крики возмущения кое-кто даже из друзей считал нужным меня ругать и ими запугивать но были и такие читатели которым моя книга доставила удовольствие наиболее я был утешен одобрением Серова Аргутинского и Сергея Сергеевича Боткина последний мне признавался что для него моя книга явилась чем-то вроде откровения наконец в полном восторге были Еремич Лансере Курбатов и мой издатель милый Всеволод Протопопов вообще же с этого момента я становлюсь каким-то арбитром в вопросах художественной оценки и получаю всевозможные предложения сотрудничать от издателей Глава 42 Рождение сына Степанов Лето 1901 года Воронинбауме Герцоги Мекленбургские Принцесса Альтенбургская Несравненно более значительным для нашей личной и семейной жизни явилось другое событие происшедшее весной того же 1901 года а именно 19 апреля 2 мая по новому стилю родился наш сын Произошло это не у нас в доме а в клинике или попросту в квартире одной акушерки рекомендованной лечившим нас в те годы доктором Бацевичем Жила же эта дам очень близко от нашей квартиры на загородном Мне нелегко было подчиниться новым требованиям научного подхода Во мне продолжали жить известные традиционные навыки и просто предрассудки согласно которым появление нового члена семьи должно было происходить в своей обстановке Все же я уступил Бацевичу и так как все сошло как нельзя лучше то я и не раскаялся в своей уступчивости Роды прошли довольно быстро в несколько часов но все же раздирающий душу крик который я услыхал из третьей комнаты из которой мне было запрещено выходить исполнил меня ужасом и конфузом ощущением как-никак какой-то вины когда когда же я наконец был позван мне показали моего сына в виде довольно благообразного существа с очень характерным носом на крошечном личке этот нос был несомненным родовым признаком но он в одинаковой степени напоминал как прадеда Кавоса так и дедушку Кинда отца моей жены назвали мы это существо Николаем в честь деда Бенуа но крестины состоялись только через три месяца на даче в Орненбауме куда потрудился приехать венчавший нас Паттер Шумп к осени надлежало найти новую квартиру и там устроиться таковую мы после многих поисков и нашли в нашей родной коломне на углу малой мастерской и офицерской иначе говоря на той же улице на которой когда-то помещался киндергартен вертер и где по-прежнему стояла на одном конце католическая церковь святого Станислава на другом кирпичная эстонская церковь покидая первую роту об одном можно бы пожалеть а именно о том саде который находился в двух шагах от нас и куда ходили гулять наши девочки это был большой старинный несколько запущенный сад при доме служившем резиденцией католическому митрополиту и помещением римско-католической консистории этот дом выходивший главным фасадом на фонтанку когда-то принадлежал знаменитому поэту и екатерининскому министру юстиции Державину дом на фонтанке набережные фонтанки 118 был куплен Державином в 1791 году уже начатое строительство продолжил его друг архитектор Львов главный корпус дома был расширен пристроены боковые корпуса двор опоясан галереями из свободно стоящих колонн такие же галереи соединяли флигели на набережной за домом был разбит сад с прудами мостиками беседками с 1846 года владельцем участка стала римско-католическая духовная коллегия для нужд которой дом и флигели были перестроены архитектором Горностаевым менее всего пострадал при реконструкциях садовый фасад дома тогда как боковые корпуса были надстроены дважды что изменило общий характер архитектуры дома садовый фасад сохранил свой характерный полукруглый украшенный круглыми пилястрами выступ и окруженный деревьями представлял собой характерное подобие русской усадьбы конца 18 века помянутый сад не был доступен публике но нам было нетрудно получить разрешение им пользоваться через Степанова служившего в консистории этому хорошему человеку я должен посвятить здесь несколько строк Степанову Ивану Михайловичу 1857 1941 одному из руководителей издательства общины Святой Евгении было посвящено также обширное письмо Бенуа написанное им в 1926 году в связи с 30-летием издательства это письмо открывало ценную документальным материалом книжечку Степанова за 30 лет 1896 1926 Ленинград 1928 год Он был лет на 15 старше меня и уже тогда в 1901 году у него в черных как смоль волосах и в такой же бороде начинала пробиваться седина однако если Иван Михайлович уже и приближался к старости он при первых же встречах со мной стал выражать такую жажду у меня поучиться и через меня просветиться что это скорее я стал в себе чувствовать в отношении его какую-то почтенность впрочем должен покаяться в это первое время знакомства я бегал от него и всячески держал его на дистанции уж очень агрессивно выражалось это его почитание в этом же державинском доме в казенной квартире проживал милейший Иван Михайлович в момент когда мы с ним познакомились это был еще совершенно сырой человек только что вышедший из малокультурной среды и у нас с ним сначала общего языка не находилось постепенно однако его страсть просветиться как-то растормошило мой педагогический инстинкт и я все более стал втягиваться в отношение к нему в привычную мне роль какого-то ментора а затем он и совершенно завоевал мою симпатию и мое уважение оказался он человеком обладающим поистине золотым сердцем и при всей своей прям таки детской наивности вовсе не глуп в дни когда все так ужасно растерялись и особенно растерялся как раз чиновничий мир Степанов не только сохранил всю свою природную ровность духа и весь свой здравый смысл но он как раз тут развернул особенно усердную деятельность благодаря чему он спас и себя лично и семью и свое жилище и свое издательство мало того он это свое издательство как-то расширил и возвеличил слова свое издательство я поставил в кавычки и это вот почему никакого действительно своего издательства у Ивана Михайловича не было он как состоял чиновником в консистории так им и остался а когда консистория была упразднена то он все же сумел себя устроить при том учреждение которое ведало не то ликвидацией не то управлением делами касающимися католической церкви но не надо думать что он принадлежал к той особенно предосудительной категории бюрократов которые в таких случаях старались выслужиться посредством угождения властям напротив основная благожелательность или попросту говоря человечность Степанова делали его другом а где требовалось и покровителем людей с которыми его сводила жизнь его контрольная деятельность при консистории привела даже к непредвиденным и вероятно не столь уж поощряемым свыше результатам он преисполнился католическому духовенству искреннего уважения и стал где только можно было всячески отстаивать его интересы причем не обходилось и без эксплуатации его доброты со стороны некоторых лукавых интересантов среди ксензов и патеров те же черты характера Степанова продолжали действовать и тогда когда уже никаких ксензов и патеров в Петербурге не оставалось он как-то прирос к державинскому дому к своей светлой и просторной квартире в верхнем этаже правого флигеля ее ему чудом удавалось сохранить и после полной метаморфозы всего строя российского государства впрочем вся эта служебная деятельность Ивана Михайловича была очень далека от меня и я вероятно никогда не имел бы случай даже познакомиться с ним самим если бы у этого образцового чиновника не проявилась годам к сорока какая-то вторая жизненная тема нечто вроде двойного существования эта вторая тема явилась в виде издательства художественного характера случилось же это так потому что оказавшись сверх своей основной службы делопроизводителем при одном из благотворительных учреждений Красного Креста Степанову пришла в голову счастливая мысль в видах усиления средств издавать художественные открытые письма затея была из самых скромных и по правде говоря носившая вначале мало художественный характер но тут и открылось что Иван Михайловича таится в душе нечто большее нежели те качества которые делали из него добросовестного и дельного служаку он довольно скоро осознал недочеты первых своих начинаний и это стало его мучить вообще мне кажется что особенной чертой Иван Михайлович было то что он умел как-то страдать тревожиться и когда на него находила такая душевная мука то он не только не находил себе места но он человек очень деликатный был способен превратиться в несносного приставалу так случилось и со мной а что из этого в конце концов получилось тому служит наглядным свидетельством тысяча превосходно отпечатанных изображений дающих в совокупности отличную иллюстрацию истории как русского так и мирового искусства массу портретов исторических деятелей виды живописных местностей и архитектурных памятников и так далее за 30 лет издательство общины святой евгении выпустило 6410 открыток тиражом от 1000 до 10 тысяч штук начав в 1896 году с выпуска конвертов и поздравительных открыток привлечения таких художников как Каразин Маковский Бэм и Соломко издатели перешли затем к публикации работ Репина Нестерова Поленова Васнецова всей группы художников мира искусства и союза русских художников представляя в открытках все наиболее значительное что давало художественная жизнь с течением времени Степанов получив себе в сотрудники и помощники другого такого же чудака чиновника тоже постепенно перевоплотившегося в художественного энтузиаста в лице Николая Николаевича Чернягина перешел от открыток не бросая заниматься ими к изданию художественных путеводителей по музеям по загородным резиденциям по историческим городам перелом перелом в деятельности издательства наступил в 1902 году в связи с конкурсом к 200-летию Петербурга тогда в число сотрудников вошли все члены мира искусства расширившие диапазон художественных изданий в осуществление идеи выпуска русских бедекеров были изданы путеводители Бенуа по Эрмитажу Курбатова по Петербургу и Павловску многие художественно-исторические очерки по пригородам дворцам музеям не прекратили они своего дружеского сотрудничества и при большевиках община святой Евгения Красного Креста будучи учреждением аристократического оттенка она состояла под председательством принцессы Евгения Ольденбургской распалась исчезла но издательство продолжалось с прежним если не с еще большим размахом переменив только свое наименование превратившись в общество любителей художественных изданий и заручившись официальным покровительством Академии материальной культуры община святой Евгении Красного Креста комитет попечения о сестрах милосердия основанный в 1882 году образовал в 1893 году общину сестер милосердия Красного Креста председателем общины стала принцесса Евгения Альденбургская в честь ее святой и было дано название общине в 1920 году в связи с ликвидацией общин сестер милосердия издательство общины святой Евгении перешло в ведение Академии истории материальной культуры преобразовано в 1918 и 1919 годах из императорской затем государственной археологической комиссии и стала называться комитетом популяризации художественных изданий этим издательством были выпущены в частности монография Эрнста А. Бенуа Петроград 1921 год Медный всадник с его иллюстрациями Петроград 1923 год книга возникновения мира искусства Ленинград 1928 год и множество других публикаций монографий путеводителей и каталогов лето 1901 года которое мы провели сняв дачу в Орненбауме в 35 километрах лежала она в двух шагах от верхнего пруда и если сад при этой даче и не был очень велик то этот дефект возмещался тем что вход в огромный дворцовый парк находился тут же стоило только перейти через дорогу не более нежели 300 шагов приводили затем к одной из достопримечательностей Орненбаума к остаткам той затейливой крепостцы которую соорудил наследник престола императрица Елизавета Петровна Петр Федорович забавлявшийся здесь игрой в солдатики со своими голштинцами а еще через сотни четыре шагов в отдалении открывался вид на большой дворец с его двумя кургузами куполами на боках и со своей гигантской герцогской короной на вышке среднего корпуса когда-то эта корона вставка субтитры на вышке того же времени, благодаря встречам у общих знакомых, у нас завязался род дружбы с Софьей Федоровной Ванлярской, младшей сестрой графини Карловой, морганатической супруги герцога Георгия Георгиевича. Благодаря ей я не только сразу получил разрешение рисовать в парке и во дворцах, но и был самым радушным образом принят в семью герцога Георгия. После первого же визита я был запросто приглашен к завтраку, и с тех пор не проходила недели, чтобы я не был зван через наручного то к завтраку, то к обеду, то на концерт, то к пятичасовому чаю, а то и принять участие в пикнике, совершавшемся в большой компании на многих экипажах. То он, царивший в этом высочайшем доме, был самый непринужденный, и задавался он как самим благодушнейшим хозяинам, так и Наталье Федоровне Карловой. Некоторая характеристика герцога Георгия уже была дана мной в другом месте этих записок. Что же касается графини Карловой, то она пленила меня в разных смыслах. Начать с того, что я вполне понимал, что герцог Жоржакс мог увлечься этой лектрисой своей матушки и пожелать возвести ее до своего высокого ранга. Не будучи столь же хорошенькой, как ее младшая сестра Марианна Мансурова, впоследствии супруга Якова Владимировича Радькова, она все же обладала той женственной прелестью, которая иногда вполне возмещает отсутствие патентованной красоты. Довольно высокая, очень стройная, с глазами, в которых играет какая-то весело-лукавая и в то же время ласкающая искорка, с чертами лица, скорее простоватыми, но милыми, Наташа Карлова вполне заслуживала быть зачисленной в разряд приятнейших особ женского пола. Но, кроме того, она была весьма неглупой женщиной. Она интересовалась и художеством, и литературой, больше же всего музыкой, что, вероятно, и послужило ее сближению с ее мужем, герцогом Георгием, который сам был отличным пианистом и с такой же страстью относился к музыке, что даже завел свой собственный, знаменитый на весь Петербург квартет из четырех первоклассных, чудесно сыгравшихся виртуозов. Злые языки говорили, что Наташа Ванлярская женила на себе герцога, этого грузного и большого человека, жившего до того под крылышком своей строгой матери, крайне целомудренного и никакого жизненного опыта не имевшего. Но, насколько мне удалось изучить характер графини Карловой, это едва ли было так. Что получить разрешение матери было нелегко Жоржаксу, это вероятно. Великая княгиня Екатерина Михайловна была дам строгая, очень знавшая себе и своему рангу цену, очень следившая за соблюдением своих прерогатив. Но победили ее не интриги, не титулованные и бедные втируши, а упорство подлинной любви. Наталья Федоровна всем сердцем и даже против своей воли полюбила своего принца. Со своей же стороны принц нашел в ней свой идеал, то самое, что было нужно его душе, в чем он почуял всю полноту жизненного счастья. И эта взаимная любовь дала обоим энергию и силу преодолеть все препятствия. Выйдя замуж и получив титул графини, Наталья Федоровна осталась сама собой и не выказывала ни в чем какой-либо фоноберии. Положение ее первые годы было несколько щекотливым. Она не была принята ко двору, она чувствовала все недоброжелательство, с которым относились к ней почти все члены царской семьи, а вслед за ними и большинство аристократии. Но она до того ушла в свою семью, в воспитание своих детей и в заботы об обожаемом муже, что ей горя было мало. Она продолжала идти той же стезей твердой, спокойной поступью и постепенно покорила все сердца. Она даже при всей своей скромности приобрела известную популярность. Будущее, казалось, должно было оставаться озаренным столь же мягким ровным светом. Но жестокая судьба решила иначе. Георгий Георгиевич в полном цвете лет неожиданно для всех скончался, и Наталья Федоровна осталась до конца дней своих безутешной вдовой. Кончила же она жизнь в эмиграции, где я ее уже не видел, так как она жила где-то на юге Франции, а я поселился в Париже. Не видался я в эмиграции и с той из сестер ванлярских, с которой и я, и моя жена наиболее сблизились, вспомянутой Софьей Федоровной, так и оставшейся в девицах. Однако, как немилы и приятны были хозяева Орненбаума, все же еще большую прелесть для меня представляла самая та декорация, в которой протекала их жизнь. Моему историческому чувству как-то особенно льстило, когда, сидя в маленькой комнатке дворца, служившей гостиной графине Карловой, то была единственная комната, сохранившая липные украшения рококо времени Елизаветы Петровны, я как бы дышал тем же воздухом, которым дышала прежняя и самая знаменитая хозяйка Орненбаумского дворца — Екатерина. Дворец в Орненбауме в XVIII веке, чаще называвшийся голландским, в дальнейшем получил название китайского книга, из-за убранства некоторых комнат в китайском вкусе. Он был построен для Екатерины в 1762-68 годах и особенно любим ею. Здесь она томилась и лила горькие слезы обиды, здесь же отдыхала после своих охотничьих прогулок, здесь читала любимых авторов, и, наконец, здесь она находила в своей покинутости утешение в обществе молодых людей, менее грубых и диких, нежели те, кого к себе приблизил ее недостойный супруг. Совершенно заполонила меня Катальная гора, точнее, тот, обнесенный колоннадой в высокий павильон, от которого когда-то тянулся на много сожений деревянный скат самой горы. Мой отец помнил, как ребенком в 1820 году он бродил по полуразрушенным, с тех пор совершенно исчезнувшим галереям, тянувшимся по обе стороны этой катальной горки. Но вот павильон с его вытянутым куполом и развивающимся по ветру флагом, на котором был представлен герб Мекленбурга, «Бычья голова», все еще стоял, и, что особенно удивительно, стоит до сих пор. Внутри павильона хорошо сохранившаяся декорировка свидетельствовала о творческом гении-строителе всей этой затее архитектора Ринальди. Средний зал был сплошь расписан, включая купольный плафон с фресками, братьями-бороцци. А над каждой из трех дверей было по овальной картине, в которых Стефано Торелли на итальянский лад соперничал с Буше. Наконец, в одном из боковых кабинетов, стены которого напоминали малиновое и фисташковое мороженое, лепились прихотливые разводы, а среди них резвые обезьянки поддерживали подставки для когда-то здесь красовавшихся групп мейсонского фарфора, изображавших все божества Олимпа. Сколько часов я провел здесь в полном одиночестве, пробуя акварелью и пастелью передать игру красок и солнечного света, вливавшегося через большие окна. Я, кроме того, мечтал создать картину того, что когда-то здесь происходило. Мне чудились смехи развеселых молодых шалунов и шалуней, визги дам, которых в особых колясочках толчком спускали с горы. Главное же оживление молодого общества шло от той, которая всего два-три года до того воссела на престол российских государей, которая была все еще опьянена своей сказочной судьбой и своей страстью к красавцу-богатырю Григорию Григорьевичу Орлову. Не совсем точно. Дворец был окончен, и торжественное новоселье отпраздновано в нем в 1768 году, то есть спустя шесть лет после того, как Екатерина получила титул императрицы. Наиболее изящном из сооружений, восходивших к той же эпохе, когда Екатерина еще любила свой Оронинбаум, был сохранившийся до наших дней и нисколько не пострадавший Китайский дворец. О чудесной сохранности всех художественных памятников, находившихся на территории Оронинбаумского парка, свидетельствует несколько художественных изданий, вышедших в СССР за последние годы. Сохранность эта объясняется тем, что немцы так и не завладели Оронинбаумом, служившим плацдармом Кронштадту. Это совершенно единственный в своем роде архитектурный памятник, в сооружении и украшении которого участвовали те же Ринальди, Бороцци и Торелли. К наибольшим диковинам этого дворца принадлежит длинное зало, стены которой заделаны деревянными панно в китайском вкусе, а в потолке протянут большой продолговатый плафон, приписывавшийся до вельи и изображающий какую-то китайскую церемонию. Вообще же, только этот очень просторный бильярдный зал оправдывал наименование «Китайский дворец», приданное всему одноэтажному зданию. Согласно преданию, именно эту прохладную, темноватую, из-за обшивки стен и густых драпировок на окнах, комнату особенно любила Екатерина, и ее же избрала себе обычным пребыванием принцесса Елена, единственная дочь великой княгини Екатерины Михайловны, сестра помянутых герцогов мекленбургских. Я опомнил ее еще совсем молодой, теперь же это была дама лет сорока пяти, несколько отяжелевшая, с классически правильными, но мало привлекательными чертами лица. Несколько лет до того, и тогда уже, когда она рисковала быть навсегда зачисленной в разряд старых невест, она вышла замуж за уже совершенно седовласого принца Саксон-Альтенбургского. Но брак этот был чисто резонным. Муж продолжал жить почти безвыездно за границей, поручив наблюдение за воспитанием своих дочерей от первого брака Елене Георгиевне. Что именно принцессе Елене досталась такая же мчужина, как китайский дворец, можно почитать за особое счастье. Обладая такой же чисто немецкой страстью к порядку, как ее брат Михаил Георгиевич, она все же имела и достаточный исторический пиетет, чтобы отказаться вносить под предлогом реставрации какие-либо усовершенствования и переделки в порученном ее ведению художественном перворазрядном памятнике. Содержала она дворец и всю примыкающую к нему часть парка в удивительном порядке. Однако она ничего нигде не восстанавливала и не добавляла. А на всякие представления своего архитектора, господина Марфельда, она неизменно отвечала «Так было при маме, так пусть и останется». Лицо принцессы часто портила какая-то кислая усмешка. Возможно, что то был отблеск тех милостивых улыбок, которыми дарила ее бабка, великая княгиня Елена Павловна. А то и несравненно более знаменитая прапрабабушка Екатерина Вторая. Такой именно усмешкой реагировала принцесса и на мое обращение к ней с просьбой разрешить мне увековечить в моих сокровищах ее прелестный дворец. И уже я успел подумать, что просьба моя отклонена, как тут же принцесса согласилась и объявила, что могу начать свою работу хоть на следующий день после того, что она покинет на часть лета Аронинбаум, а что до того, она будет всегда рада меня видеть у себя. В журнале «Художественные сокровища России» Бенуа посвятил Аронинбауму два номера. Номер 10 за 1901 год китайскому дворцу и номер 5 за 1902 год к Катальной горе. Статьи к обоим номерам были написаны Успенским. Вообще под наружностью не очень приветливой в ней крылось неожиданное большое доброжелательство. Лучше изучив ее со временем, я понял, что вся ее брезгливая надменность была напускная и, по всей вероятности, скрывала непреодолимую стеснительность. Пожалуй, это она требовала от собеседника известного ободрения. Зато, когда такое ободрение получалось, то беседа с ней теряла всякую принужденность, и она была даже не прочь изливаться, переходя от тем исторически-политических – в ее отношении к русскому строю звучал слегка тот уклон к либерализму, который слышался и в речах великого князя Николая Михайловича – к темам художественным и особенно к музыке. Ведь в качестве музыкальной одаренности она не уступала брату Георгию, но ее главная сила была пение, а ее любимый автор – бах. Обладая прекрасным, полнозвучным, сочным голосом и отлично владея им, она могла бы занять первенствующее место среди певиц-исполнительниц Баха. Но ранг и природные смущения не допускали этого. Тем не менее, ободряемая поклонниками, она изредка преодолевала свою робость перед публичными выступлениями и давала в своем грандиозном Каменноостровском дворце концерты, в которых наиболее ценной участницей была она сама в своем излюбленном строгом репертуаре. Я охотно бывал у принцессы Альтенбургской как в Раненбауме, так и в Петербурге, то приглашенной на чашку чая, то на завтрак, то на обед. Особенно памятными остаются для меня те обеды, которые происходили у нее в китайском дворце, и на которых я разделял эту честь с двумя самыми значительными дипломатами довоенной эпохи, с германским послом графом Пурталесом и с австрийским послом графом Бергтгольдом. Первый был человек пожилой, невысокого роста и державшийся несколько криво, у него был странный, чрезмерно высокий и несколько заостренный череп, он был изысканно и даже преувеличенно любезен, говорил очень тихо, медленно, с какой-то странной осторожностью, точно опасаясь сделать какую-нибудь непоправимую оплошность, и точно извиняясь, что вот он позволяет себе иметь такое или иное мнение. Напротив, Бергтгольд был мужчина во цвете лет, высокого роста, он держался необычайно прямо, горделиво неся свою красивую голову блондина. Говорил он уверенно, любил сентенции, а анекдоты рассказывал мастерски и всегда кстати. Графа Пурталеса хотелось приободрить, как и принцессу, и за него становилось подчас неловко. Бергтгольд, разумеется, ни в каком приободрении не нуждался, он имел вид человека, привыкшего повелевать и распоряжаться. К сожалению, я забыл, о чем говорилось на этих обедах. Их было три, и они происходили летом 1909 года, когда мы снова жили в Орненбауме. Но думается мне, что то было нечто, едва ли возвышающееся над обычной светской болтовней. И едва ли обсуждались мало-мальски важные и значительные вопросы. Кстати сказать, беседа, несмотря на то, что за столом сидело два немца и одна немка, шла по-французски. С пруссаком графом Пурталесом у принцессы были отношения более простые. Он даже бывал приглашаем на пикники, и в этих случаях бывал прям-таки трогательно мил, шутил с юными принцессами альтенбургскими, с девочками Карловыми и усердствовал во время веселых угощений на траве. Из трех прелестных и милейших дочерей графини Карловой одна скончалась в юных годах, две другие вышли замуж за князей Голицыных, но вторая, необычайно оживленная, прелестная Меррика, разведясь с первым мужем, вышла замуж за графа Клейн-Михеля. Старшая Екатерина Георгиевна погибла от бомбы в Лондоне в 1940 или 1941 году. Это была одна из самых милых и добрых девушек, которых я когда-либо встречал. Она очень напоминала отца, единственного сына герцога Георгия Георгиевича и графини Карловой. Я помню сначала на руках английской няни, а через несколько лет в виде хорошенького и очень бойкого мальчугана. Как слышно, он унаследовал от отца не только родовой замок в Мэкленбурге. Этот замок с массой исторических документов сгорел, но и герцогский титул. Падки до всякого декорума мне особенно нравилось в Орниенбаумских обедах у принцессы то, что они происходили в прелестной круглой средней зале дворца под чудесным плафоном Тьепполо. На которые я то и дело взглядывал, нравилось мне и то, что прислуживали лакеи в изящных ливреях иностранного покроя с аксельбантами у плеча. Из всех загородных резиденций, которые я посетил в то лето, наиболее глубокое впечатление произвела на меня Гатчина, с которой я только тогда познакомился, так как вообще Гатчинский замок не был доступен публике. Теперь же, благодаря моему официальному положению, двери его были для меня раскрыты. О Гатчине ходили всякие легенды, завещанные как жуткое эпохой Павла Первого, так и тех дней, когда там в странном одиночестве прятался со своей семьей император Александр Третий. Опасаясь покушения, Александр Третий подолгу отсиживался в Гатчинском замке, приобретя у современников прозвище «Гатчинский пленник». Кроме того, Сомов говаривал, что Гатчина битком набита картинами, служа каким-то складочным местом для всего того, что не нашло себе места в Эрмитаже. Сомов неоднократно делал представления о желательности передачи, особенно выдающихся из этих произведений, в Петербургский музей. Однако на все эти представления со стороны вдовствующей государни следовал один и тот же ответ. Она ревниво оберегала то, что в ее глазах имело не столько историко-художественное значение, сколько служило напоминанием о тех тревожных, часто мучительных годах, которые она прожила с боготворимым ею супругом. Больше всего из всего тогда виденного в Гатчине, это первое обозрение замка длилось пять или шесть часов, поразил меня портрет Павла Петровича в образе мальтийского гроссмейстера. Этот страшный, очень большой портрет, служащий наглядным свидетельством умопомрачения монарха, был тогда запрятан подальше от членов царской семьи в крошечную проходную комнату арсенального каре. Но господин Смирнов, водивший меня тогда по дворцу, пожелал меня специально удивить. У него был ключ от этой комнатки, и вот когда он этим ключом открыл дверь, и безумный Павел с какой-то театральной точной жестью, вырезанной короной, надетой на векрень, предстал передо мной и обдал меня откуда-то сверху своим олимпийским взором, я буквально обмер. И тут же решил, что я воспроизведу раньше, чем что-либо иное, именно этот портрет, писанный тонче и стоящий один целого исторического исследования. Портрет Павла I находится ныне в Павловском дворце музея. Впрочем, Гатчинский замок весь в целом говорит о Павле, хотя он и был сооружен для фаворита его матери. Дворец в Гатчине строился архитектором Ринальди в 1766-1781 годах для Григория Орлова. Особенно остро ощущается присутствие Павла в тех комнатах, в которых главным образом он и проводил время, почти не пользуясь роскошными апартаментами билетажа. Ощущается? Вернее, ощущалось. Ибо, если даже эти комнаты и уцелели после вандальского разгрома отступающих немцев, то они, наверное, утратили тот удивительный психологический аромат, который они сохраняли первое время даже при большевиках. Переступая через порог в первую из этого ряда небольших комнат нижнего этажа, мне показалось, что я так прямо и перенесся на целый век назад. Все здесь продолжало быть таким, каким это видели глаза безумного царя. Оставался нетронутым весь этот быт солдафонский. И все же царственный, жуткий, и все же в какой-то степени уютный. Вот малый тронный зал с золоченым креслом середины XVIII века на низком помосте под Балдахином. За креслом во всю высоту комнаты портрет скачущего на коне прадеда Павла Великого Петра, писанной Жуэне. Между окнами на золоченом подзеркальнике Рокайль мраморный бюст Генриха IV. Одна из дверей завешана французским тканом ковром. Рядом комната с круглой белой фаянсовой печью в углу, имеющей подобие храма, уставленного ионической колоннадой. На одной из стен картины, изображающие травлю оленя на большом канале в Шантильи. Воспоминания о тех празднествах, коими было ознаменовано посещение принца Конде русской великокняжеской четой, путешествовавшей под именем графов северных. Рядом темноватая столовая или антикамера, где, дрожа от страха, прижимая к бедру колоссальную треуголку и стараясь не слишком стучать сапожищами, стоя, дожидали своей очереди попасть под распечку и услыхать пронзительный гневный голос императора провинившиеся или ни в чем не повинные офицеры. Но, интереснее всего, последняя комната у одной из угловых башен. В спальне кабинет отапливалась кургузой кубической фаянсовой печью, украшенной вверху точно небрежно туда брошенными трофеями. По стенам в несколько рядов висели картины, среди которых два овальных портрета, опять-таки Генриха IV и его верного министра Сюлли. А также крошечная картинка в отто, изображающая итальянских комедиантов. Как раз под ней, за невысокой дырявой ширмой, кровать, та самая, на которую 11 марта 1801 года собирался лечь, но едва ли лег Павел Петрович, так как в эту минуту уже проникли к нему убийцы. Жалкая эта походная кровать видела ужаснейший исторический момент, когда повелитель величайшего на свете государства валялся у ног одного из маскированных заговорщиков и, принимая его за родного сына, взывал «Пощадите, государь! Поощадите, ваше величество!» Тут же на стуле был повешен зеленый с красными обшлагами мундир, стоят непомерные ботфорты и прислонена трость-дубинушка. Все эти реликвии были сразу после убийства доставлены по распоряжению овдовевшей императрицей Марии Федоровны из Михайловского замка в Гатчину и там сложены в том самом порядке, в каком эти вещи находились при ее супруге. В башенном же боковушке фонарики на подоконнике лежала на куске алого штофа с нашитым на нее крестом толстая, сильно потертая книга. Это священное писание, которое любил здесь в одиночестве читать Павел, а сопровождавший нас камерлакей шепотом прибавил «Его величество, покойный государь, тоже каждый день сюда заходил, и вот по этой самой книге изволили молиться». Живо припомнились тогда обе эти личности, между собой столь мало схожие, но обе носившие царский венец, обе мучительно сознававшие и свою ответственность, и свое трагическое бессилие сделать нечто такое, что действительно и навсегда было бы спасением их Отечества. Здесь в тяжелые минуты и тот царь с помутившимся рассудком, и этот, еще так недавно правивший государь, должны были прибегать в тяжелые минуты к Господу с мольбой их научить, их просветить или удалить от них горькую чашу. Поздней осенью, и уже тогда, когда никто из летних жителей в Орненбауме не оставался, решились и мы расстаться с тем местом, где нам было так хорошо, и перебраться в город. Орненбаум пустел, но все по-прежнему были прекрасны его сады и парки, теперь засыпанные по дорожкам золотом и пурпуром опавших листьев, распространявших дивный в своей печали запах. «Последние недели я почти что уже не жил с семьей, да и моя жена должна была несколько раз ездить на новую квартиру и заниматься приведением ее в порядок, оставляя детей на попечении приветливой смуглянки фрейлейн Эльзе Аус Рига и необычайно строгой, но преданнейшей эстонке Лены Сорро. К сожалению, мы тогда же вскоре лишились их обеих, обе они вышли замуж и служить больше не захотели. Наша новая квартира не вполне отвечала нашему идеалу. Уже то было неприятно, что надо было лезть в пятый этаж. Дома, даже недавно построенные, редко были снабжены лифтом. А для моей живописной работы большое неудобство представляло то, что кабинет довольно просторный выходил на юго-западе, так что в ясные дни невозможно было здесь укрыться от солнечных лучей, в других же комнатах, начиная с угловой, было довольно тесно. Зато приятно было сознавать, что мы опять в своем квартале в Коломне. Да и квартира, в общем, была очень светлая и уютная. Отлично выглядели на этих стенах мои новоприобретенные картины. Прелестный пейзаж Ван Гоена, похищение Прозерпины Пуссена, большой кухонный натюрморт Бодегон, приписываемый Веласкесу, старуха Венецианова, сельский сюжет Кипренского, пейзаж в окрестностях Рима Александра Иванова. Ну, а по-прежнему я более всего гордился двумя бесподобными сепиями гвардии. Благородную нарядность придавали всему наши мебельные обновки. Угловая гостиная прямо напоминала какой-либо салончик Марии Федоровны в Павловске или в Гатчине. Но вот не успели мы перебраться с дачи и расположиться, как нас посетила жестокая беда. Наша старшая дочка, маленькая Атя или Пататашка, заболела горлом, и вскоре стало ясно, что это нечто более серьезное, нежели очередная ангина. К сожалению, пользовавший нас тогда врач, господин Аксюк, был очень нерешителен. Он, вместо того, чтобы сразу принять энергичные меры, ограничивался какими-то невинными домашними средствами. Нашей обожаемой девочке становилось все хуже, и хотя температура не была особенно высокой, но она уже стала задыхаться и слабела с каждым часом. Больше всего меня смущал отвратительный запах, который шел от больной. Тут я вспомнил о том фельдшере казанской части, который меня так удачно лечил лет шесть назад, когда я страдал нарывами. В его врачебный талант я крепко верил. Я послал за ним, и он через полчаса явился. Достаточно ему было освидетельствовать больную, чтобы определить, что у нее не ангина, а дифтерит, и при том в тяжелой степени. Лечить сам он не считал себя вправе и решительно объявил, что необходимо безотлагательно созвать консилиум. Что ж касается других детей, то нужно их изолировать, а еще лучше и совсем выселить. Предписания Феденко были немедленно приведены в исполнение. Анна Карловна, забрав грудного Колю, маленькую Лелю и с подручную няньку, младшую сестру Аннушки Парижанки, переселилась в меблированные комнаты на углу театральной площади. Я же полетел доставать докторов. Дальше все пошло по программе, намеченной Феденко. Главного врача я застал в детской больнице принца Ольденбургского. А он взялся пригласить своего коллегу, тогда как третьим в совещании был по необходимости наш домашний доктор. Из страха заразы мы предпочли не обращаться к Боткину, у которого тоже были две девочки. Младшая Тасси была ровесницей нашей заболевшей Ати. Какой совершенно изменившейся и прямо зловещей показалась мне в сгущающихся сумерках наша столь неожиданно опустевшая квартира. Несколько успокаивающим образом подействовало на меня, что я уже застал при больной сестру Милосердия, которую прислал тот же Феденко. Кроватка Атички была теперь перенесена из детской в спальню, освобожденной от всякой лишней мебели и принявшую вследствие того какой-то очень строгий больничный вид. Доктора явились довольно поздно, уже в темноту, часов около семи. Они сразу облачились в белые халаты и в таком виде предстали перед больной, что произвело на нее сильнейшее впечатление, оставшееся в памяти на всю жизнь. необходимо было сделать сыворотную прививку тотчас же. Один из докторов привез на всякий случай все для того нужное и несложная операция была тут же произведена, впрочем, с наказом, что если бы через определенное число часов не было улучшения, прививку повторить. И действительно, к моему все растущему ужасу улучшение не наступило. И тогда Аксюк сделал вторую прививку. Ночь затем прошла в тяжелом, в ожидательном настроении. Ни я, ни сестра милосердия не ложились, оставаясь при больной и прислушиваясь к ее хрипу. И вот к утру я услыхал ободряющие слова. Кажется, подействовало. Больная дышит свободнее. А когда при первом же полоскании темные пленки стали сходить густыми пластами, то уже не осталось сомнения, что наша девочка спасена. Уже через два дня она стала безболезненно принимать пищу и при этом обнаруживать все растущий аппетит. К великой радости и моей, и сестрице, и остававшейся с нами кухарке. Глазки вновь заискрились весельем и задором. Первое, что она попросила к себе в кроватку, это любимую свою куклу, которую она умилительно стала сейчас же пеленать, кормить, лечить, а также учить уму-разуму и бронить за какие-то провинности. Я же пустился в изобретение новых забав и развлечений. И как удивительно! Одной из наших с ней наиболее захватывающих игр стала тогда война. Мы оба, и я, и моя жена, абсолютные пацифисты. Мы войну, как и всякое другое проявление бесовского начала, ненавидели всеми силами души, но все же у меня с детских лет осталась страстишка к оловянным солдатикам. О них я и вспомнил. Вспомнил, вероятно, потому, что захотелось пережить вместе со своей девочкой те сладостные эмоции, которые я пятилетним мальчиком в Павловске, болея с карлатиной и на пути к выздоровлению, испытывал лежа в двухспальной родительской кровати. Побывав в трех магазинах, я набрал целую армию, и даже целых две, в которых была и артиллерия, и пехота, и кавалерия, и полковые оркестры, и расставлявшиеся палатки, и походные кухни, и вазы с продовольствием, и два генеральных штаба. Сначала я сомневался, как-то оценит Пататашка такую совершенную ее полу несвойственную игру. Но вышло наоборот, она пришла от всего в восторг. Но особенно она оценила крошечные пушки, из которых можно было стрелять горошком, и посредством которых можно было разить полчища врага. Кроме того, я склеил из бумаги две крепости, и вот у нас часами пошли бои за обладание той или другой из этих фортеций. Сестра сначала дивилась и недоумевала, а потом, будучи особой и довольно решительной, она запротестовала, уверяя, что такие непедагогические забавы вредны, особенно для девочек, лучше папаша занялся бы с девочкой чем-либо другим. Но тут возмутилась дочка, она надулась, зарылась в подушке и изобразила такое горе, что сестра поспешила взять свой запрет обратно и предоставить нам полную свободу. В душе же она, вероятно, считала, что из такого ребенка при таком отце обязательно выйдет какое-либо жестокое воинствующее чудовище. В таком случае сестрица ошиблась. Наша дочь еще более возненавидела все военное, нежели мы, не переставая в то же время чувствовать слабость к оловянным солдатикам. Еще через несколько дней нас выпроводили из нашей квартиры для произведения в ней основательной дезинфекции. Мы же на эти три дня поселились у меня в редакции сокровищ, куда была доставлена кроватка для Ати. Сам же я спал на клеенчатом диване. В редакции же нас все время посещали друзья. Только Сережа, смертельно боявшийся заразы, не бывал. И время проходило очень весело, причем я порядком запустил очередные дела. Когда же срок нашего общего астракизма кончился, и мы все снова соединились, то это была великая радость. Впрочем, не без доли огорчения для Ати-пататашки, так как из гигиенических соображений все ее игрушки, Леля своей игрушки брала с собой, а у Коли еще не было игрушек, были преданы огню. Погибли в пламени и крепости, и войска, так храбро их защищавшие, а главное куклы, и среди них любимая та, которая закрывала глаза и даже, если ей нажать на грудь, трогательно пищала. Но это горе было тут же забыто, так как родители на радостях, прямо-таки разорились на приобретение всяких новых игрушек и кукол. Лишь погубленные крепости не были заменены новыми. Все еще в том же 1901 году, если я не ошибаюсь, в осеннюю пору, среди нас появляется Игорь Эммануилович Грабарь. Действительно, по приезде из Мюнхена, наскоро устроившись в Петербурге осенью 1901 года, Игорь Эммануилович Грабарь, 1870-1960, отправился знакомиться с редакцией «Мира искусства», о чем он подробно пишет в автомонографии. «Грабарь», «Моя жизнь», «Автомонография», «Москва», 1937 год, страница 153 и следующая. Личное знакомство Грабаря и Дягилева должно было состояться еще в 1896 году, однако этому помешали в начале сборы Дягилева в заграничную поездку, а затем и отъезд Грабаря в Мюнхен. Исключительно благожелательный отзыв Грабаря о всех членах редакции и его высокая оценка культурно-исторической роли мира искусства явились по существу первой развернутой характеристикой петербургского объединения в искусствоведческой и мемуарной литературе, если не иметь при этом в виду выпущенную за несколько лет до этого книгу самого Бенуа «Возникновение мира искусства», 1828 год. Он решил, что ему больше нечего совершенствоваться в художественных школах Мюнхена, и что настала пора для него вернуться на родину и послужить ей. Грабарь состоял с самого начала сотрудником мира искусства, но никто из нас, редакционных людей, его лично не знал. Возможно, что Дягилев его посетил в Мюнхене, а об его личности трудно было судить по одним его печатавшимся у нас письмам, хотя они и были довольно пространны и обстоятельны. Совсем недружелюбно относился в душе к Грабарю Дягилев, хотя для виду и для пользы дела он и принимал его довольно ласково. Дело в том, что, как я уже упомянул, Сергей Павлович в каждом новом человеке, появлявшемся на нашем горизонте, был несколько склонен видеть возможного соперника. А Грабарь навлек на себя особое подозрение своим очень уж явно выражавшимся желанием играть первую роль и стать каким-то главой школы. В 1901 году лидерство Грабаря в московской художественной жизни еще не вполне определилось, хотя общность намерений его и Дягилева обнаружилась гораздо раньше. Уже в 1896-1997 годах сотрудничавший в Ниве Грабарь, намечая программу популяризации произведений европейского искусства, предпринимал шаги для публикации картин европейских художников из музеев России и частных собраний и в частности вел переговоры с Дягилевым о воспроизведении принадлежавших ему картин Бартельса и Дюпре. Дягилев же писал Грабарю в апреле 1896 года. «Я преследую ту же цель. Хоть немножко открыть глаза нашей публике и художникам. Конечно, это скромное начало, но я надеюсь, что и моя капля не пройдет даром. Очень радуюсь встретить единомышленника». Игорь Грабарь. Письма. 1891-1917 годы. Москва. 1974 год. Страница 342. Некая перекличка и внутренняя полемика крылись и в появившихся в следующие годы программных статьях Грабаря. «Упадок или возрождение. Очерк современных течений в искусстве. Нива. Ежемесячное литературное приложение. 1897 год. Номер 1 и номер 2». И Дягилева, открывавший первый номер основанного им журнала «Наш мнимый упадок». Мир искусства. 1898-1899 годы. Номера 1-2. Возненавидели сразу Грабаря и Нувель, и Нурок, а также в стороне остававшиеся Сомов. Не особенно дружественно к нему относились и Еремич, и Лансерет. Что же касается меня, то если меня и раздражали манеры нового знакомого, и особенно его непрерывное хвастовство, то все же, познакомившись с ним ближе, я разобрал, что это, во-первых, не было так страшно, что в душе Грабарь, если и крайне тщеславен, то все же человек нелишенной сердечности и добродушия. А затем я увидел, что его неукротимая энергия может принести при разумном пользовании ею и очень хорошие плоды. Приблизительно так же к нему относился вообще равнодушный к художникам философов, ограничиваясь едкими насмешками за спиной Грабаря, но считая, что вообще он может пригодиться для разных дел. Всего снисходительней отнесся к Грабарю Серов, и это очень много значило. Пожалуй, Серов был и единственным, кто сочувственно и даже с уважением отнесся к живописи Грабаря. Ему импонировало то усердие, с которым Игорь Эммануилович, посредством своеобразного применения техники пуантилистов, добивался яркости красок и света. Впрочем, как это ни странно, я и в настоящее время, по прошествии стольких лет, не вполне определил своего отношения к Грабарю как к художнику. Смешно спорить о том, что он по праву занял особенно выдающееся место в русской художественной живописи. Уже одним созданием и редактированием своей истории русского искусства Грабарь создал нечто, за что русская культура обязана ему беспредельной благодарность. Интонация повествования Бенуа, пожалуй, отражает неизжитый и у него с годами оттенок соперничества. Первая многотомная история русского искусства была создана Грабарем. Бенуа после продолжительных колебаний отказался от участия в ней, ибо не смог работать по предложенным Грабарем рецептам и программам. Между Бенуа и Грабарем не всегда существовало взаимное понимание, не было полной совместимости взглядов и сходства натур, однако объединяли их, единомышленников борьбы за новое искусство, общие цели. Отстаивая позиции Грабаря и сориторизируясь с ним перед лицом оппонентов и противников, Бенуа высоко оценивал его даровитость, деятельное и личное начало, способность на свой страх и свою совесть работать на общей ниве культуры, мужество проводить то, что человек считает нужным и хорошим. Грабарь, писал Бенуа уже в 1916 году, знает, откуда и куда идет. Он знает, чего он хочет, и он знает, что то, что он знает, хорошо и нужно. Не чиновник он, и не белоручка, а настоящий деятель, деятель талантливый, храбрый, умелый, а главное деятель, лучше знающий свое дело, чем кто-либо в России настоящего момента. Знаменательно, что Бенуа писал Грабарю, с которым у него возобновилась в 50-е годы переписка и которому он предполагал послать две первых вышедших книги своих воспоминаний. «Как недостает мне все наше родное российское, далеко недостаточно в свое время оценивавшееся. И как хотелось бы быть там, где у меня открылись глаза на красоту жизни и природу, где я вкусил любви и т.д. Почему я не дома?» Письмо 27 декабря 1957 года в книге Александр Бенуа размышляет, страница 664. Но и живописец-грабарь заслуживает особого внимания, а некоторые его пейзажи являют собой удивительно внимательное изучение русской природы. Особенно хороши его солнечные зимы в передаче «Волшебного эффекта иния». Трогательно в своем роде было его отношение к собственному творчеству, непрестанное стремление к совершенствованию. Нельзя отнять у Грабаря и то, что он был всегда движим желанием быть справедливым и что он болезненно опасался всякого лицеприятства. Что же касается моего совершенно личного отношения к Грабарю, то я вполне признавал в нем наличие совершенно исключительных знаний, пропитанных большой общей культурностью. Но вот почему-то я не припомню каких-либо таких мнений Грабаря, которые в своей формулировке были бы особенно ценными. Я не припомню и того, что какие-либо его характеристики доставляли мне радость своим ощущениям живой правды, какую мне доставляли мнения Серова, Багста, Еремича. А главное тон. Тон Грабаря был, особенно тогда в первые годы, положительно невыносим. Он все время кого-то чему-то учил. Причем в громадном большинстве случаев то были изжитые, уже давно нами пережитые истины. Видно, состоя руководителем в Мюнхене при школе Ашбе, он до такой степени втянулся в художественную педагогику и среди своих учеников встречал там столько глупцов, тупиц и невежд, он так привык им импонировать, что, очутившись в новой среде, он как бы счел своей обязанностью продолжать учительствовать, поучать, твердить о каких-то своих открытиях. Наконец, что мешало Грабарю войти по-настоящему в нашу тесно сплоченную художественную семью, это отсутствие юмора. Все его рассказы были какими-то пресными. Все его шутки или остроты чуть простоватыми, пустыми, как говорят немцы. Чужих же шуток, и в особенности того специфического балагуренья, которая у нас процветала, он и вовсе не понимал. Мне остается несколько точнее означать, в чем выразилось все в том же 1901 году мое художественно-критическое и историко-художественное сотрудничество в обоих издаваемых нашим кружком журналах, в мире искусства и в художественных сокровищах. В первом из этих органов появились следующие мои статьи. Французское искусство на Всемирной выставке 1900 года. Весенняя выставка в Академии художеств. Монплезир, Морис Дени и мой ответ господину философу. Кроме того, две анонимные заметки о выставке художественных училищ и о выставке, устроенной Обществом поощрения художеств. Первая из перечисленных статей заканчивала серию тех, которые в 1900 году я посвятил Всемирной выставке. Однако то не была на самом деле заключительная статья. Согласно первоначальному плану, я должен был с не меньшей обстоятельностью рассказать все впечатления, вынесенные из обозрения Парижского мирового торжища, и затем подвести какие-то итоги всему виденному. Но время шло, многое из того, что было только что злободневным, оказалось уже уплывшим далеко вглубь минувшего, оно утратило значительную долю интереса даже для меня. Из остальных перечисленных статей, наиболее значительный как лично для меня, так и для всего нашего кружка был ответ господину Философову, вызванный весьма недружественным разбором другом Димы, того, что в первом выпуске своей «Истории русской живописи XIX века» я высказал об Александре Иванове. Ответ господину Философову появился в журнале «Мир искусства» 1901 год, номера 11-12, вслед за статьей Философова Иванов и Васнецов в оценке Александра Бенуа, 1901 год, номер 10, написанный в связи с выходом русского издания главы Бенуа для книги Мутера «История живописи в XIX веке». Различие в оценке творчества Иванова и Васнецова коренилось в более глубоком несовпадении их взглядов, в различном отношении к современной религиозной живописи и шире отношении искусства и религии. Философ указал Бенуа на зияющую пропасть между двумя частями его книги. В первой из них господствовал эстетический критерий, во второй в связи с творчеством Иванова, вставал вопрос о миссии русского искусства в воплощении национально-религиозного идеала. Философ считал эту позицию уязвимой, вопросы о народности и религии очень сложными, и замечал, что Виктору Васнецову во Владимирском соборе в Киеве удалось практически сделать больше, нежели римлянину Иванову. Со своей стороны, отвечая философову, Бенуа вменял ему прежде всего схематичный идеологизм позиции, неспособность проникнуть в психологию художника и желание говорить о темах, которые в живописи можно только чувствовать. Он писал, что в Иванове я только чую национальность, смысл и значение России, которые не усматривал тогда в творениях Виктора Васнецова, считая его в те годы эпигоном академизма. Подробно разбирать здесь этот диспут не стоит, но перечитывая теперь тогда нами высказанное, мне с особенной ясностью вырисовываются мои с Димой отношения, а также самые наши личности, какими они сложились к тому времени и какими они остались и в дальнейшем. Впрочем, каким он был тогда наш умник Дима, поклонником науки, не будучи на самом деле заправским ученым, таким он и остался, что выражалось в его принципиальной вере во всякие формулы и в недостаточном ощущении живой жизни. В то же время философ был тогда уверен в совершенной независимости своих взглядов и в смелости своих духовных порывов. В будущем же ему продолжали мерещиться и очень замечательные подвиги. Однако и тогда этого необыкновенно умного человека связывала особого рода парализованность фантазии и вкуса. Он хотел бы летать, но крыльев не было. Это было нечто вроде духовного скобчества, что он нередко сам с горечью констатировал. Особенно его мучило сознание отсутствия творческого начала. Это питало в нем своеобразную зависть в отношении тех его друзей, которые творческим даром обладали. Отсюда и всякие подчас совершенно неожиданные вылазки, обычно кончавшиеся для философа некоторым конфузом. В общем, философ представлял собой тип интеллигента-неудачника. И именно полной неудачей завершилось его земное существование, посвященное в последние годы каким-то окончательно беспочвенным, а в значительной степени и сумбурным политическим идеалам. Философ Дмитрий Владимирович, 1872-1940, литературный и художественный критик и публицист. Представить философа в начале жизненного пути, в каком-либо соприкосновении с политикой и, следовательно, с толпой и чуть ли не с чернью, было решительно невозможно, писал позднее близко знавший «Мир искуснический круг» Перцов. Литературные воспоминания, 1890-1902 годы, Москва, Ленинград, 1933 год, страница 279. На рубеже 90-х и 1900-х годов философов заведовал литературной частью мира искусства, а затем, с 1904 года, стал редактором религиозно-философского журнала «Новый путь». В 1900-е годы, когда философ сблизился с Мережковским и Гиппиус, деятельность его также не выходила за рамки журнальной публицистики. Он проповедует в своих статьях тезис религиозной общественности, понимая такую общественность, как духовный союз людей на почве целостной религиозной культуры. Он противопоставляет ее, с одной стороны, рационалистической общественности, второй половины XIX века, а с другой, уходящим от культуры в его понимании мистическому анархизму и мифотворчеству. В рецензии на сборник философа «Слова и жизнь», «Литературные споры новейшего времени» 1901-1908 годы, Санкт-Петербург, 1909 год, Плеханов подчеркнул бесплодно идеалистический характер его идей. Слово «испускание» господина философа, писал он, распространяется на важнейшие вопросы современной мысли и современного общественного движения. Он хочет везде сказать что-то новое, глубокое, недоступное пониманию нашего брата-материалиста. Но из его усилий ничего не выходит. «Современный мир», 1909 год, номер 8, страница 159. В послереволюционные годы, однако, философ перестал чураться политики, заняв последовательно контрреволюционную позицию. С 1920 года он обосновался в Варшаве, где прожил до своей смерти в 1940 году. Сотрудничал с СССРом Савенковым, писал статьи в «Белой эмигрантской газете за свободу». С 1932 по 1934 год издавал газету «Иллюстрированная молва». А с 1934 года эмигрантский русский журнал «Меч», вторым редактором которого в Париже был Мережковский. Однако именно то, что в Диме было вечно ищущего, неугомонного, и что в его честолюбии было бескорыстного, какая-то высота помыслов по существу всегда пленяла меня и делала то, что я готов был ему прощать его неспособность понимать самую суть в художественных вещах. Это было в нем чем-то органическим, независящим от его воли и сознания. В другие эпохи и при других человеческих связях из него вышел бы какой-либо пуританин иконокласт, иконоборец. А так судьба сыграла с ним странную шутку, внедрив его в самое сердце наиболее значительного художественного начинания в России, что время существовавшего. При всем том, все несогласные, враждующие в нас элементы не привели в те годы к расторжению нашей еще на школьной скамье начавшейся дружбы. В этом году философов уже с трудом и как-то по инерции больше из уважения к своей многолетней дружбе и более чем дружбе с Дягилевым продолжал тянуть лямку редактора нашего художественного журнала, тогда как он предпочел бы оторваться от чуточку презираемых им, потому что плохо понимаемых художников. До чего же должна была надоесть та роль, которую он играл в деле, в котором остальные участники никаких ролей не играли, но оставались, начиная с того же Дягилева, вполне и только самими собой. Его неудержимо тянуло совершенно уйти к близким ему по темпераменту литераторам и философам религиозного уклона, для коих перебор вечных, неразрешимых вопросов представлял с какой-то священной миссией и которые вещали о вещах, казавшихся беспредельно более значительными, и такими, которые вот-вот приведут к непосредственному общению с Богом, а там и к апостолату мирового значения. После организации журнала «Новый путь» философ постепенно отошел от ведения дел в мире искусства. В 1904 году, в последний год издания мира искусства, с редактором Дягилева стал Бенуа. Что же касается до моих художественных сокровищ, то мое личное участие, помимо общего редактирования, бесконечных корректур и так далее, выразилось в составлении не менее трех четвертей всего напечатанного текста, состоявшего из описания иллюстраций, в составлении заметок для хроники, в обзоре журналов, и в новостях книжного рынка. Эти мои заметки частью снабжены моим псевдонимом Б.В., частью совершенно анонимны. Кроме того, я многое исправлял и добавлял в доставляемых по моему заказу статьях историка художественного характера. Особенно много пришлось потрудиться над текстами Успенского, участием которого я дорожил, так как через него я получил доступ к такому неисчерпаемому источнику документальных сведений, каким является архив Министерства двора, сложенный в Троицкой башне Кремля. На выставках я в 1901 году участвовал два раза. Раз в Петербурге, раз в Москве. На грандиозной и роскошно устроенной выставке мира искусства в Академии художеств, дирекция музея Штиглица не пожелала нас снова иметь у себя, я выставил серию своих петербургских этюдов. Которая была буквально расхватана любителями, а одна пастель, изображающая пруд в Верхнем Саду, была куплена государем. В Москве я принял участие на выставке «Общество 36 художников», только что возникшего тогда и превратившегося впоследствии в конкурирующий с миром искусства «Союз художников». Строго говоря, такого общества не существовало. Выставка 36, фактически в ней участвовали 34 художника, открылась в Москве в декабре 1901 года в помещении Строгановского училища. В ней приняли участие Серов, Врубель, Константин Коровин, Сергей Коровин, Аполлинарий Васнецов, Виноградов, Переплетчиков, Досекин, Бенуа, Сомов, Остроумова, Лебедева и другие. В декабре 1902 года состоялась вторая выставка 36 в несколько измененном составе, и только в 1903 году участники выставок образовали постоянный союз русских художников, куда вошли и москвичи, и представители мира искусства. Смотрите Лапшин, Союз русских художников, Ленинград, 1974 год. Дягеев относился к этому предприятию с подозрением, однако он все же разрешил мне участвовать на этой выставке. Для нее мы оба отправились в Москву, и, уступая приглашению Серовых, остановились в отеле, а в их удивительно скромном обиталище, любуясь в разные часы дня всем очаровательным укладом их семейной жизни. В другие же мои приезды в первопрестольную для дел сокровищ я принужден был уступать настойчивому приглашению Остроухова. И вот о последнем мне хочется сказать несколько слов, так как он, несомненно, принадлежал к самым характерным фигурам московского художественного мира. Остроухов Илья Семенович, 1858-1929, живописец, пейзажист, член-учредитель Союза русских художников, член Совета и попечитель Государственной Третьяковской галереи, 1889-1903 и 1905-1913 годы, коллекционер с 1906 года, академик. Уже то было любопытно, что Илья Семенович соединял в себе личности типичного именитого купца с личностью подлинного художника-живописца. Пейзаж Северка был написан в 1890 году, после чего Остроухов принят в товарищество передвижных выставок. Картина находится в Государственной Третьяковской галерее. Однако, происходя, если я не ошибаюсь, из торговой среды, женившись на богатой невесте Надежде Петровне Боткиной, дочери одного из самых знатных купеческих магнатов Москвы, занимая в деле тесте, чьей торговли ответственный пост одного из директоров, Остроухов постепенно забросил художественное творчество и, что называется, почил на лаврах, не пренебрегая, впрочем, при любой оказии напоминать собеседникам о том, что и он мог бы занимать первенствующее положение среди художников. И вот это творческое оскудение Остроухова в связи с развившимися в нем торговыми и коллекционерскими инстинктами создало из него сначала довольно бестолкового и любительски прихотливого, но и страстного собирателя, а затем он постепенно превратился в нечто значительное и почтенное. В начале своего собирательства он был в праве гордиться крошечной «Богоматерью у креста» фрагмент, которую он приписывал самому Ван Эйку, а также картиной на меди «Аполлон, сдирающий кожу с Марсиаса», которую он почему-то считал за Веласкеса, и которая была просто уменьшенным повторением картины Яна Лиса «Пана» в Венецианской Академии. Было у него и несколько хороших русских картин, и среди них «Девушка с теленком» Венецианова, «Берег моря» Малютина и «Сирень в Рубеле». В картонах же Остроухов хранил большое количество русских рисунков и акварелей, возбуждавших зависть других московских собирателей — Цветкова, Трояновского, Гиршмана и других. Цветков Иван Евмениевич, 1845-1917 — крупный банковский деятель, коллекционер, собиравший преимущественно рисунки. Собрание Цветкова, именовавшееся Цветковской галереей, насчитывало 1200 рисунков и 300 картин. «Янжел», «Цветков», «Русская старина», 1911 год, номер 2». В 1909 году Цветков передал коллекцию в «Дар Москве». В 1926 она вошла в состав Третьяковской галереи. Трояновский Иван Иванович, 1855-1928 — врач-терапевт, собиратель картин новой русской живописи, связанной тесной дружбой со многими деятелями русской культуры. Один из организаторов общества «Свободная эстетика». Основная часть коллекции перешла в Третьяковскую галерею. Гиршман Владимир Осипович, 1867-1936 — московский фабрикант и коллекционер, собрание картин которого, вошедшее впоследствии в Третьяковскую галерею, отличалось особой изысканностью отбора. Правда, по общему правилу, все имущество такого видного капиталиста должно было быть национализировано. Но в отношении Остроухова эта мера была применена только для вида. Илья Семенович был назначен хранителем своих сокровищ и дожил свой век в том же характерно буржуазном особняке в Третьяковском переулке, в тех же комнатах, битком набитых солидной мебелью и со стенами сплошь завешанными картинами. Довольно обширный сад также продолжал оставаться при доме. Весь этот ансамбль был в 1918 году превращен в государственный музей и был открыт для обозрения публики, но Илья Семенович был даже тому рад, потому что теперь он мог хвастаться собранными богатствами перед весьма расширенной массой любопытных. Сам же он жил с женой в этом музее по-прежнему, ни в чем не нуждаясь, чудаком-сиборитом, все так же попивая красное вино, которому он питал особое пристрастие, и беспрерывно принимая многочисленных друзей. Музей иконописи и живописи Остроухова стал с конца 1918 года филиалом Третьяковской галереи, а сам Остроухов до конца своих дней являлся его директором. После его смерти музей прекратил свое существование, а экспонаты были переданы в Третьяковскую галерею. Мало того, Остроухов продолжал собирать, и ему удалось пополнить свое якобы реквизированное собрание икон особенно замечательными произведениями. Поворот в его собирательстве, носившем до того помянутый любительский прихотливый характер, произошел едва ли не случайно. Отрасль, которая стала с тех пор его коллекционной специальностью и которая доставила ему славу и за пределами России, была древняя иконопись. Однако уже тогда, когда многие москвичи его же круга, среди них члены семьи Рябушинских, принялись яростно собирать образа древних писем, Илья Семенович продолжал относиться к ним равнодушно и откровенно сознавался, что икона ему ничего не говорит. И вот перемена произошла как-то мгновенно, и его осенила какая-то благодать. Как мне передавали, началось это с того, что друзья подарили ему на рождение прекрасную икону пятнадцатого века, его святого Ильи Пророка. И тут не то благодаря тому сильному впечатлению он и прозрел, не то он своим нюхом торгового человека почуял какие-то чрезвычайные возможности, ведь затрачивая не очень высокие суммы, он мог обзавестись величайшими редкостями, которые могли ему принести не только коллекционерский гонорар, но и создать себе нечто вроде патриотического ореола. Благодаря ряду необычайно удачных приобретений, делавшихся обыкновенно через посредства его приятеля, хранителя Третьяковской галереи Черногубова, человека тончайшего вкуса, понатаревшего в коллекционерских комбинациях и лукавствах, он добился того, что имя его стало синонимом самого передового, самого просвещенного собирателя, к тому же оказывавшего бесценные услуги русской культуре. Черногубов Николай Николаевич, 1873-1942 годы, помощник хранителя Третьяковской галереи 1902-1913, и ее хранитель, позже научный сотрудник Киевского государственного музея русского искусства. Ведь открытие всей этой новой области красоты произвело всемирную, благодаря заграничным выставкам, сенсацию. Еще недавно считалось, что вся русская живопись до Петра нечто аморфное, рабски-подражательное. Теперь же историки искусства и на Западе считаются с русской иконой, а иные склонны даже приравнять русских художников, не богомазов, а художников, и среди них на первых местах Андрея Рублева и Дионисия, с итальянскими трочентистами и квадрочентистами. Лично я относился к Остроухову, если и не с настоящим дружеским чувством, то все же с большим и симпатическим интересом. Этот тяжелый, плешивый, подслеповатый, шепелявый верзила, этот московский самодур пленял меня всей своей вящей характерностью. Кроме того, как-никак, в нем и после отказа от собственного живописного творчества продолжала жить художественная жилка, которая придавала общению с ним немалую приятность. По натуре он был сущий варвар, но он много сделал для того, чтобы просветиться и чтобы это свое варварство скрыть под лоском европеизма. Он прочел неимоверное количество книг на разных уже в зрелом возрасте усвоенных языках. Он искренне обожал музыку, не пропускал ни одного значительного концерта и сам недурно играл на рояле. По существу же все это не мешало тому, чтобы он производил впечатление человека грубого, а все им духовно приобретенное не складывалось в нечто гармоничное. Меня не притягивала в Илья Семеновича эта его видимость культуры, а мне было интересно подойти вплотную к типу, который, наверное, вдохновил бы Островского и послужил бы центром еще одной комедии из купеческого быта. Выносить его общество ежедневно или много дней подряд было трудно. Это случилось, когда я у него в 1902 и 1903 годах гостил на даче под Москвой. И я только дивился кротости и терпению его жены, которая невозмутимо переносила его грубости, нередко доходившие до настоящих ругательств и до дикого крика из засущих пустяков. Бывая часто и по долгу в доме Остроухова, можно было зачастую услышать в отношении Надежды Петровны такие эпитеты, как «дула» и «идиотка», или же он прикрикивал на нее при всех, гнал из комнаты и требовал, чтобы она молчала. Надо, впрочем, прибавить, что во все это безобразничание входило немало театра для себя, разыгрывание какой-то комедии, казавшейся самому Илье Семеновичу чем-то в высшей степени эффектным и колоритным. Вот где я каков, купец-художник Остлоухов. Все для большей колоритности он щеголял всевозможными чудаческими повадками, из которых одна особенно забавляла и меня, и Серова. Ежевечерне, без исключения, ровно в одиннадцать с половиной часов, слуга приносил ему к чайному столу на шипящей сковородке два биточка, именно только два, и только для него одного. Но эти битки, жаренные в сметане, должны были отвечать раз установленным кулинарным требованиям. Они должны были быть пухлые и белесые. Сочность же их проверялась вонзанием в них вилки. Если при этой операции из биточка не брызгала струя, то Илья Семенович начинал буйствовать, рычать, топать ногами, а слуга, забрав сковородку, опрометью летел обратно в кухню. И в таких случаях не полагалось, чтобы повар взамен неудавшихся изготовлял новые. Нам даже казалось, что эти буйные припадки Семеновича означали то, что ритуал ежевечерних битков ему давно надоел, но отказаться ему от него все же представлялось зазорным. Вместе с биточками в столовую вносилась бутылка красного вина. «Классное балдо», в произношении Остроухова, которую он всю и выпивал. И тут не обходилось без фокусов. То покажется, что вино отдает пробкой, то оно было недостаточно или слишком согрето. Замечательно, что ни биточками, ни классным вином Илья Семенович никого не подчивал, и даже когда я протянул как-то к забракованному блюду руку, он безапелляционно отослал его в изъявлении своего неудовольствия. Вообще же вечернее угощение у этих очень богатых людей было до странности скудное. Всего несколько сухарей и бубликов. Вероятно, тут сказывалась не простая скаридность Ильи Семеновича, но и скупость дочери знаменитого своей скаридностью Петра Петровича Боткина, с особой наглядностью выражавшаяся, между прочим, и в том, что не успеет гость себе положить сахару в стакан чая, первоклассного Боткинского, как уж сахарный ящичек, закрывается самой хозяйкой на ключик и отставляется на буфет. Эта черта и подобные ей не мешали Надежде Петровне быть радушной и любезной, но и крайне молчаливой дамой. Своей же внешностью она невольно вызывала сравнение с бегемотом, а то и с жабой, вообще с чем-то чудовищно уродливым, что исключало всякое предположение, что Илья Семенович мог жениться на ней по любви. Я даже убежден, что неуклюжая, серая с лица Надежда Петровна так и не познала супружеских радостей, что, впрочем, не мешало ей всячески выражать свое высокопочитание мужу и во всем согласно домострою проявлять беспрекословную покорность и преданность. Невозмутимость духа Надежды Петровны была вообще легендарной. Сказалось это, между прочим, и в том, что в дни Октябрьского переворота, когда происходила осада Кремля, она нисколько не изменила своих привычек и, между прочим, с совершенной методичностью совершала для Мациона свою ежедневную прогулку с собачкой по собственному саду, между тем, как вокруг свистели и щелкали по стенам соседних домов случайно залетавшие откуда-то пули. Как ни в чем не бывало, она не прибавляла скорости, продолжая шествовать своей тяжелой медленной походкой, о чем с гордостью рассказывал сам Илья Семенович. Глава сорок четвертая. Теликовский. Фея кукол. Ипполит. Гибель богов. 1902 год прошел в тех же тонах и настроениях, как 1901. Я все больше увлекался редактированием своих художественных сокровищ, и в связи с этим я несколько запустил свое сотрудничество мира искусства. За это мне частенько попадало от Сережи и особенно от Димы. Последний с прежним усердием относился к своим обязанностям и играл роль какого-то ворчливого опекуна нашего журнала. В то же время можно было заметить, что ноша становилась ему все более тяжкой, тогда как параллельно все теснее становилось его сближение с литераторами и, главным образом, с читой Мережковских. Он проектировал даже вместе с ними, и вовсе от нас оторвавшись, основать свой собственный орган, более отвечающий его душевным запросам, тогда как ему казалось, что узко художественные интересы он как-то перерос. Замечалось с некоторых пор и известное охлаждение в его дружбе с Сережей. Соблюдая при посторонних прежний декорум единения и никогда не вынося более серьезных раздоров на общее обсуждение друзей, оба кузена все же чаще при нас спорили. В упреках Димы слышалось горечь, в ответах Сережа раздражение и тяготение к тому, чтобы освободиться от контроля своего склонного к педантизму и недавно еще глубоко чтимого двоюродного брата. Сказать, кстати, только в это время у нас, у всех и даже у Серова, получилось убеждение, что их дружба не лишена чувственной основы. Обратимся теперь к нашим отношениям с дирекцией императорских театров. Катастрофа с Сильвией не только сыграла губительную роль для театральной карьеры Дягилева, но она и меня и Багста как-то отстранила от театров. Но это наше добровольное отстранение продолжалось лишь несколько месяцев, пока продолжал директорствовать наш обидчик Волконский. Оставшись, однако, в каком-то одиночестве, лишившись поддержки своих ближайших друзей и сотрудников, князь Волконский долго не выдержал этого положения, и придравшись к первому же случаю, к какому-то капризу нашей прима-балерины Кшесинской, он еще летом 1901 года сам попросился в отставку и удалился на покой. Дело обстояло не вполне так. Волконский наложил на Кшесинскую штраф за то, что она не пожелала танцевать русский танец в балете Камарго, в полагавшемся для балета костюме с фижмами. По традиции, этот костюм воспроизводил костюм Екатерины II, который она носила на костюмированном балу в честь императора Иосифа II. Пользовавшаяся высочайшим покровительством, балерина настояла на своем, заменила не шедший ей костюм русским. Волконскому же пришлось отменить приказ, и вслед за этим весной 1901 года подать в отставку воспоминания заслуженной артистки императорских театров Матильды Феликсовны Кшесинской, светлейшей княгине Романовской Красинской, Париж, 1953 год. Государь, однако, не пожелал создать новый пост августейшего управляющего театрами, а предпочел внять рекомендации своего министра двора, барона Фредерикса, и назначить на должность директора казенных театров Теликовского, который, как уже сказано, успел себя заявить с очень выгодной стороны во время своего управления московскими театрами. Тут пригодилось, что Теликовский до своего поступления на гражданскую службу служил в том же лейб гвардии конногвардейском полку, в котором когда-то состоял сам Фредерикс, а последний вообще благоволил к своим однокашникам, хотя бы между ними и им была значительная разница в годах. К осени 1901 года весь этот придворно-административный переполох приобретает законченные формы. О кратковременном управлении Волконского вскоре все забыли. Теликовский же, как только воцарился, так первым долгом счел нужным обратиться в Петербурге к тем же самым лицам, на которых возлагал свои надежды его предшественник, иначе говоря, ко мне и к Баксту, но не к Дягилеву. Новому директору не представлялось желательным приближать его к себе. Ему казалось, что энергией и вкусом он сам обладает в достаточной мере, тогда как ему нужны были художественно-творческие силы. Он сразу выписал к себе в Петербург открытого им еще в 1898 году головина, предоставив ему грандиозную декорационную мастерскую, помещавшуюся над зрительным залом Мариинского театра. Одновременно он окончательно заручился участием другого москвича Константина Коровина. Когда Владимир Аркадьевич обратился ко мне и к Баксту, Дягилев попробовал было воздействовать на нас устройством с нашей стороны своего рода обструкции, требуя, чтобы мы поставили бы условием нашего участия привлечение вновь и его, Дягилева. Однако при первом же зондировании почвы в этом смысле мы получили со стороны Теликовского такой отпор, что уже больше к этому вопросу не возвращались. Теликовский рассыпался в похвалах Дягилеву. Он сожалел, что все так для него несчастливо обернулось, но о том, чтобы брать Дягилева себе в помощники, не могло быть и речи. «Покорно благодарю», — высказался он откровенно. «Это для того, чтобы он через месяц стал интриговать против меня». Манера «быть» Теликовского представляла собой прямую противоположность манере быть и приемам Волконского. Насколько последний был элегантен, изящен, тактичен и осторожен, и вообще мог вполне сойти за подлинного вельможу былого времени, а всей своей внешностью вызывал образ какого-то итальянского «принчипи» эпохи Возрождения, настолько Теликовский любил щеголять чисто российской простотой и даже грубоватостью, с оттенком чего-то армейского. Так и в данном случае он прямо заявил и мне, и Баксту, что Дягилева он боится. Мы не сочли нужным скрыть от Сережи этот разговор, и его разочарованию в Теликовском не было пределов. Баксту была заказана постановка на Александринской сцене Ипполита Еврипида. И кроме того, он должен был закончить для Эрмитажного театра фею кукол. Мне же досталась гибель богов, одна из моих любимых опер. В придворном Эрмитажном театре один или два раза в неделю в течение января и февраля давались представления для членов императорской фамилии и лиц, приглашенных двором. Премьера однактного балета феи кукол на музыку Байера, либретто Хассрейтера и Гауля в оформлении Бакста состоялась в феврале 1902 года. Уже одно то, что этот заказ позволял мне окунуться в стихию вагнеровской музыки, так меня восхитило, что никакие соображения не могли заставить меня отказаться от подобной задачи. Было бы также слишком досадно, если бы Бакст во имя дружбы с Дягилевым отказался довести до конца уже начатую работу над постановкой балета феи кукол. Можно, пожалуй, пожалеть, что ему досталась тема не очень высокого полета, но Бакст не был настолько музыкален, чтобы это принять в соображение. Зато он сразу почуял все, что он может извлечь из сюжета, если перенести действия из современности в 50-е года и из Вены в наш родной Петербург. Вспомнилась та особая радость, которую вызывали в детстве игрушечные лавки в гостином дворе. Моя же к тому времени уже очень разросшаяся коллекция народных игрушек дала ему чудесный материал для создания в качестве апофеоза целого мира близкого душе русского ребенка и в то же время обладающего особой прелестью ярких своих красок и своей хитрой затейливостью. Левушка чрезвычайно увлекся работой над феей кукол, чему немало способствовало дружное сотрудничество с братьями легат Николаем и Сергеем, не только в качестве первоклассных танцоров, но и в качестве тонких, одаренных неисчерпаемой фантазией постановщиков. Еще о Фокине, как о балетмейстере, тогда никто не думал, а все надежды возлагались именно на легатов. Оба артиста не только на лету схватывали идеи, приходившие в голову художника, но разрабатывали их в полном согласии с ним. Была, впрочем, еще одна причина, почему Багст с особым жаром и вдохновением работал над феей кукол. Он переживал тогда пламенный период своего романа с любовью Павловной Гриценко, как раз незадолго до этого поселившейся в Петербурге. Любовь Павловна была дочерью Третьякова и сестрой Зелоти, супруги известного пианиста и дирижера. Александры Павловны Боткиной и Марии Павловны тоже Боткиной, две сестры, вышли за двух братьев. Со всеми этими дамами мы были знакомы, но с Александрой Павловной и ее мужем у нас в это время уже образовалась более тесная дружба, недели не проходило, чтобы мы не виделись с ними по крайней мере два раза. Вполне естественно поэтому, что Любовь Павловна тоже стала нашей частой гостьей, и это несмотря на некоторые стороны ее характера, которые казались нам не столь уже привлекательными. Рядом с сестрами, и особенно с совершенно простой Александрой, Любовь Павловна казалась несколько жеманной и претенциозной. И Левушка Бакст отнесся сначала к Любови Павловне так, как вся наша компания, с некоторым недоверием. Однако постепенно он первый стал менять свое отношение к ней. Когда мы его дразнили на эту тему, то он отвечал, «Мне она нравится, это мой тип женщины». Встречая полную взаимность, его увлечение вскоре приобрело характер более пылкий, а еще через некоторое время стало ясно, что это не простой флирт, а настоящий серьезный роман. Однако, как все в жизни Бакста, так и тут не обошлось, в самом же начале, без чего-то чудачески комического. Особенно поразило всех, что он поместил предмет своего поклонения на самую декорацию феи кукол. В поисках предлога и места для своих свиданий Левушка задумал написать портрет Любови Павловны. А так как он в это время заканчивал свою декорацию игрушечной лавки, то и сеансы происходили в этой же декорационной мастерской, лишь немного в стороне. Портрет получился очень схожим и удачным. И тогда, по странной прихоти, он решил его включить всем на показ в самую декорацию. Возможно, что Любовь увидала в этом особый знак поклонения, и во всяком случае она не протестовала. Фигура ее на холсте была аккуратно вырезана и пришита к общей паддуге среди всяких паяцев, кукол, барабанов, мечей, тележек и прочих игрушек. Любовь Павловна висела в своем новомодном парижском черном платье и в своей огромной черной шляпе. Я помню изумление, охватившее ее зятя Сергея Сергеевича Боткина, когда на генеральной репетиции в Эрмитажном театре взвился занавес, и перед его глазами на самом первом плане предстала его Бельсер. О, каким жирным смехом он тогда залился, приговаривая, «Люба-то, Люба-то висит! Он подвесил ее под потолок! И ведь как похоже!» Немалые, как тогда говорили впечатления, произвела эта чудаческая выходка художника и на высокопоставленных зрителей, когда перед ними на следующий день был представлен новый балет. Все в зале спрашивали друг друга, что это за дама висит, как живая среди игрушек. Таким образом, сердечная тайна влюбленных стала басней города. По постановке Ипполита не получилось никаких курьезов, но и она вызвала немало толков в публике и в литературных кругах. Ведь согласно плану энтузиаста-режиссера Юрия Эрастовича Азаровского, которому была поручена постановка, надлежало представить трагедию так, как ее видели Афинине полторы тысячи лет назад, не исключая религиозно-ритуального характера. Этим Азаровский особенно угодил переводчику Еврипида Мережковскому. Склонный все принимать и столковывать с какой-то религиозной, а то и мистической точки зрения, Дмитрий Сергеевич и в этом возвращении к подлинной трагедии видел некий залог поворота в религиозном сознании нашей эпохи. О, как возносился Дмитрий Сергеевич, вещая об этом в тех спорах, что велись по поводу постановки Ипполита, и с каким вдохновением он прочел перед началом спектакля свою прекрасную вводную речь. Замечу, однако, что за исключением Багста энтузиазм Мережковского не находил среди мира искусства поддержки. Он не находил ее даже в лице духовно порабощенного Мережковским Димы. И скептики оказались правы. Никакого религиозного воодушевления, торжественно и эротическое передвижение учеников и учениц театрального училища вокруг картонного жертвенника, из которого курилась струйка пара, не вызвало. А многим это показалось просто смешной и чуть даже кощунственной пародией. Гибелью богов я занялся с самой весны 1902 года, еще до переезда в Павловск на дачу. По условию с дирекцией, я являлся полным хозяином постановки. Иначе говоря, мне была целиком и бесконтрольно поручена выработка режиссуры, вследствие чего я и не входил ни в какие предварительные совещания с кем бы то ни было, кроме как с главным машинистом Бергером. Ведь от машиниста в вагнеровских операх столь многое зависит. Особенно озабочивал меня Пол. Этот банальный плоский театральный паркет, который особенно мешает всякой иллюзии в воссоздании природы. После долгих опытов мне, наконец, удалось создать модель скалистой поверхности. И я особенно был доволен тем, что придумал целую систему как посредством не особенно сложных перегруппировок этих масс. Они могли бы служить не только в первой и в третьей картинах, но и во всех остальных. Что же касается до самого писания декораций, то я не отважился, несмотря на убеждения Теликовского, взять эту работу на себя. Я не имел еще тогда никакого опыта, а настоял на том, чтобы мои декорации были написаны Коровином. С ним я успел договориться обо всем, и он заверил меня, что относится к задаче с величайшим вниманием и даже с пиететом. «Тебе, Шура», — говорил он мне, — «и в Москву нечего приезжать. Мы все напишем тютелька в тютельку по твоим эскизам и прямо доставим к сроку в Петербург». Возможно, что при этом он был совершенно искренен. В тот момент ему действительно хотелось угодить другу. Когда же до дела дошло, то получилось несколько иначе. Набрав, кроме того, кучу работы и для Москвы, и для Петербурга, Коровин не только сам не успел дотронуться до моих холстов, но едва дал себе труд следить за тем, как исполняют декорации гибели богов. В результате такой беспризорности получилось нечто весьма огорчительное, и мне пришлось сразу же обратиться к директору с просьбой дать мне возможность самые грубые недочеты исправить. Однако недовольство Коровинам было одно, а мое недовольство самим собой другое и чем-то более серьезного характера. Дягилев написал в «Мире искусства» о моей постановке довольно строгую критику, и на сей раз это его малодружественное выступление я ощутил с особой горечью, так как и сам остался далеко недовольным собой. Статья Дягилева «Гибель богов» о постановке была напечатана в журнале «Мир искусства», 1903 год, номер 4, стр. 35-38. Кончалась она между тем словами, «Несмотря на все указанные несогласия и недочеты, мы все же должны констатировать, что ни на одной европейской сцене так Вагнера не ставили, и что наша постановка совершенно своеобразна и нерутинна». Главное, чего мне не удалось добиться, это объединяющего стиля. Получившийся у меня общий характер постановки, правда, несравненно лучше подходил к духу вагнеровской музыки, чем то, что я видел в Германии и в Париже. Но вот в этом моем ансамбле было слишком много мелких, ненужных подробностей, тогда как я сам сознавал, что здесь требуется величайшая простота. Согласен я был с Дягилевым, и в том, что моя постановка получила слишком реалистический оттенок. Кое-чем, впрочем, я был все же и доволен. Больше всего я угодил себе в зале гибихунгов. В виденных мной и считавшихся образцовыми постановках в Франкфурте, в Мюнхене, этот зал имел просто смешной вид. Не только ничего убедительного не получалось там из старания профессиональных декораторов создать первобытные, грозные и все же царственные чертоги, но и в чисто археологическом смысле эти измышления выказывали ужасное невежество. Напротив, мне кажется, что моя зала вышла и жуткой, и грандиозной, и убедительной в своей первобытности. В этих хоромах, состоящих из массивных каменных глыб, поддерживающих сложный переплет темных от древности стропил, покрытых загадочной резьбой, только и могли жить такие дикие, но в своей символичности грандиозные существа, как Гунтер, Гудруна и Хаген. Каждый раз на спектаклях я и получал лестные для себя ощущения чего-то подлинного, когда занавес после музыкального антракта снова взбивался. Вспоминается по поводу постановки гибели богов еще один курьезный случай. На одной из последних репетиций, и уже тогда, когда действие разыгрывалось в декорациях, но все еще не в костюмах, театр посетил Теликовский. Увидав на авансцене рояль, он сел за него и с большой бравурой заиграл вальс собственного изобретения, тут же импровизируя на темы Вагнеровского кольца. О, как я и как Феликс Блуменфельд! Мы были шокированы такой бестактной шуткой. Даже ненавистник Вагнера-направник обиделся за непризнаваемого им бога. Между тем наш солдафон-директор пустился на такую неуместную шутку, наивно воображая, что он этим оживит атмосферу и придаст всем бодрость. Полный добрых намерений, но лишенный душевной тонкости, – таков был весь Владимир Аркадьевич. Как к священной действию относилась зато к своей роли Фелия Литвин, незадолго до спектакля, прибывшая прямо из Парижа. Однако, увы, как раз она причинила мне лично наибольшее огорчение. Началось с того, что она отказалась надеть мой костюм, над сочинением которого я так бился, в поисках чего-либо, что скрадывало бы ее чрезмерную полноту. Бедняжка не понимала, что в этом ночном пеньюаре, в котором она привыкла выступать, да еще с треном и стальей в рюмочку, из-за чего ее могучая грудь вздымалась под самый подбородок, она была просто карикатурно смешна. Что и подмечено было в том чудесном рисунке, который набросал по живым впечатлениям Серов, подаривший мне его на память. Но история с неприятием костюма повредила только ей. Другое же требование, Литвин, искалечило мою декорацию, ту самую декорацию первого акта, в которой мне особенно хотелось уйти от шаблона и создать нечто действительно соответствующее действию и музыке. Мне казалось особенно важным, чтобы Брунгильда с Зигфридом при первых лучах восходящего солнца выступали из темных недр, служащих им обиталищем ровно посреди картины. Я был убежден, что обданное ярким светом и окруженное темной массой священного бора все в целом получит особенно ликующий торжественный характер, что так удивительно выражено в музыке. Но, увидев декорацию на сцене, мировая знаменитость чуть что не впала в истерику и решительно объявила, что она не будет петь, если ее выход не останется по традиции и справой от зрителей кулисы. Я было заупрямился и отказался вносить какие-либо изменения в свое создание. Но перепуганный Теликовский, день премьеры был уже назначен и на ней должна была быть вся царская фамилия, так возмолился, так долго меня уламывал, что я уступил и тем самым буквально зарезал свою картину. Пришлось в три дня переиначить весь фон и вместо скалистой стены с пещерой открыть дальний вид на соседние возвышенности, а пещеру втиснуть на самом первом плане. Еще одну дискуссию мне пришлось выдержать со Славиной, исполнявшей роль валькирии Вальтрауты. Для нее я придумал, как для вестницы грозящих бед, воинственный, но необычайно мрачный костюм. Длинная юбка была раздвоена спереди, как бы для верховой езды, и развивалась во время ходьбы, открывая ноги, одетые в красное с чешуйчатым рисунком трико. При этом черный плащ, броня темной стали и на голове черный шлем с огромными вороньими крыльями. Все это очень шло красивой, тогда еще пленявшей своей молодостью артистки. Но вот товарищи, и особенно товарки, уверили Славину, что она в этом костюме с раздвоенной юбкой смешна, и что к тому же такой образ валькирии противоречит все той же пресловутой традиции. Немало пришлось мне положить труда, чтобы переубедить Марию Александровну, но в конце концов она отважилась сделать опыт и вышла из испытания победительницей. Все наперерыв ею восхищались в этой роли, и она сама сочла нужным выразить мне благодарность за мое упорство. Вполне удачным вышло все, что следует после сцены убиения Зигфрида. Все это вполне соответствовало моему замыслу. С самого момента, когда герой испускает дух, сцена заволакивалась идущим от Рейна туманом, вследствие чего стволы и осенние листва деревьев и самых человеческих фигур теряли свою отчетливость и получали какой-то призрачный характер. В то же время из-за лесистого противоположного берега выходила и тихо подымалась над горизонтом точно обогренная кровью луна. Охотники свита Гунтера, положив тело Зигфрида на скрещенные копья, медленно направлялись с драгоценной ношей вверх по той самой тропе, на которой мы только что видели Зигфрида живым, весело беседующим с водяными девами. После знаменитого антракта, заполненного погребальным маршем, сцена прояснялась и мы снова видели палаты Гунтера, особенно зловещими в ночном полумраке. И тут же они озарялись заревом, идущим от пылающих факелов в руках воинов, несущих тело убитого. Чтобы добиться именно того, чтобы эти факелы действительно пылали и чтобы от них шел дым, мне стоило чрезвычайных усилий. Лишь после исполнения всяких антипожарных условий, среди коих была установка за кулисами целой системы помп и труб, Брандмейстер согласился на столь вязкие отступления от всех предписаний и правил. Зато эффект этого продвигающегося костра получился полный. В конце декабря состоялся спектакль, моя первая премьера. Я ни во что не ставил мое выступление с декорацией для оперы Танеева в Эрмитажном театре. Это был в полном смысле слово «экзамен», который мной лично был выдержан. Полный успех выдался всему спектаклю, начиная с нашего божественного оркестра, кончая исполнителями главных ролей, которые все были задарены цветами и лаврами. Особенно хорош был тогда еще юный Ершов Зигфрид. Досталось и на мою долю. Не только друзья меня на перехват поздравляли, но и люди, совершенно незнакомые, пробивались, чтобы мне сказать несколько восторженных слов. Эти излияния, лично меня касающиеся, происходили в толкотне разъезда, когда я пробирался по коридорам театра от сцены, где я простоял весь последний акт, к ложе в Белетаже, где сидела с друзьями моя Анна Карловна. При этом я тащил колоссальный с меня ростом лавровый венок, полученный только что, когда я вместе с артистами раскланивался перед рукоплескавшей публикой. Венок был перевязан широкой алой лентой, пригодившейся затем для всяких детских нарядов, а лавры частью ушли на супы и соусы. Увы, этот венок так и остался единственным за всю мою театральную карьеру.